приветствую здорова 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 как дела но более-менее по поводу о чем-то хотел поговорить ну смотри насчет тех самых осознанных сновидений есть опыт у меня и вот я столкнулся с проблемой что тяжело входить снова и снова туда по сути дела я ознакомлен с работой на радуге мне интересно и на твое мнение ты пишешь о том что сейчас только начал этим пользоваться по моему не так давно ты же рассказывал о том что уже заходил в осознанных сновидений у тебя сил не хватало то есть вот вопрос возникает каким образом собственно ты раздуплился снова и как это вообще работает у тебя сразу же вопрос тебе встречный а что у тебя с голосом ты умираешь что ли может быть тебе плохо или что такое ну да так немного хреново связи с чем ты болеешь да помираю панера так чуть не ну серьезно просто может помочь как или ну серьезно помираешь или просто тебе кошелек кинуть помощь могу материально принять не ну тебя по жизни такой голос или ты заболел чем-то помираешь но вот сейчас такое я не знаю как какой именно то есть опиши так на выдохе как будто сейчас и все то есть и конец тебе ну скорее все так будет да не я просто к тому что ну ты всегда такой дают ты не болеешь ничем но в принципе не беспокойся по голосовому не передается так что в принципе в принципе ну не знаю как бы мне кажется это не особо помешает общению или тебе так не кажется нет нет это не помешает просто но интересный голос у тебя как-то рок тому говорю что ну я сообщаю с пятнадцатого года до с людьми как бы с разными и ну интересно то есть такое чувство что ты заболел чем-то но не исключено не исключено может быть может посмотрим может потом пообщаемся как нибудь и изменится голос осип немного есть такая да ты прав точно понятно ну смотри и значит вот я запустил на стену до 7 серий одну серию запустил остальные надо найти на youtube и соответственно там радуга описывает те технику интересную новую которую я до этого не пробовал и по этому поводу и собственно мой пост и был по поводу этой техники который описывает радуга в семи серий видео это новое девятнадцатого года и 7 коротких серий вот я их спрашиваю это ты смотрел конкретно если конкретно по тому что то скинул все что он там говорит описано в его книге то есть там у него много книг но как знаешь те же самые и на опера которые ты любишь так они описывают одну и ту же модель для считывания поведение копирования моделирования там одну и ту же модель расписывать на множество книг у него собственно тоже самое принципе это изучал уже вот я хотел спросить тебя скажем так поинтересовало до 20 лет понятно и ты ну ты с видео само смотрел я понимаю что ну или что он там описывает в книгах но на задание серий ты посмотрел внимательно послушал что он сказал возможно не так внимательно но общее как бы то что он описывает она описывание в книгах но ты прослушал до 7 серий вот этих ты скинул там 11 надо 6 найти я сейчас включал у меня штуки 4 проигралов потому что я все что там услышал это уже читал и уж собственно собственно просто я хотел поинтересоваться ты ознакомился с вот этими базовыми техниками и поперла правильно я понимаю ну смотри смотри как бы у меня выход в осознанные сны всегда был спонтанный да то есть случайно я честно говоря даже не углублялся в технологии радуги да так по частному если но меня поразило в его словах то насколько он прошаренный да что он действительно практик он действительно никакой воды не дает он по делу говорит и конкретные инструкции говорит что как делать конкретно да и я внимательно так слушался в то что он говорил в видео да и просто повторил то что он сказал а он что сказал он сказал конкретно завести будильник соответственно проснуться да надо утром и когда ты просыпаешься у тебя ты уже фазе находишься и вот этот его подход с фазы и он тоже очень интересный он все называет фазой неосознанные сонные выход в астрал да и уже фазе находишься вот это меня поразило потому что он абсолютно прав здесь то есть когда ты просыпаешься среди носит но ночью ты уже фазе понимаешь это уже уже ты уже все сделал дальше он описываю такую технику да в этом видео что ты просто представляешь образ где ты хочешь очутиться оказаться и ты например представляешь что ты держишь свою дочь например за руку да и вы на пляже там где-то загораете и ты такое представляешь сохраняешь кинестетические ощущения да в руке что ты держишь например дочь и перетекаешь в этот сон и после этого когда я это сделал дальше я как бы интуитивно ну когда перетек в сон да я интуитивно начал смотреть на свои руки чтобы зафиксировать вот вот мои руки я сплю это сон понимаешь и очутился в осознанном сне и дальше я помнил детально то что говорил радуга соответственно детально его указания в голове у меня раздались что именно да он говорил надо это состояние не стабильно надо углубиться и я соответственно что сделал я начал все ощупывать руками там волосы дочери там как бы руки песок все начал ощупывать чтобы зафиксировать состояние методом углубления да и начал глазами приближаться непосредственно к самим текстуркам да то есть и меня поразило то что текстурки 8к то есть вот мы сейчас с тобой общаемся да говорим но я до сих пор у меня перед глазами вот эта текстурка 8к понимаешь то есть она более реальная чем эта жизнь повседневная потому что тут нету 8к текстурок а такое ощущение что там 16к текстурка песка было даже какую игру вспомнить блять таких игр нету чтобы такие четкие текстурки были то есть получается что вот этот настоящий мир в котором мы находимся с тобой разговариваем это пародия я вчера сформулировал это пародия на настоящий мир непосредственно в осознанном сне то есть в фазе будем говорить так фаза она по дефалту она первична вот этот мир он вторичен почему так потому что ты приближаешься ты осматриваешь текстурки и понимаю что вот сто пятьдесят процентов реальности по ощущениям да а когда ты значит спишь ну то есть когда ты в жизни то у тебя просто все такое серое обыденное понимаешь что это меня тоже поразило вот вчера в ванной как бы лежал отдыхал и сформулировал этот момент что так и есть понимаешь и меня поразило еще один еще один момент то что ну ну очень легко входить в осознанное сновидение с первого раза если у меня получилось то наверняка получится у всех остальных моих моих подписчиков да там фанов зрителей и так далее понимаешь если у меня с одного раза получилось ну окей со второй попытки у всех получится а вот это вот я и искал то есть такой подход грамотный чтобы раз 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 ты выполнил указание то есть все правильно сделал это раз фазе оказался потому что многие люди они вообще не понимают что это у них опыт может быть в детстве был один раз осознанного сна они уже забыли понимаешь а вот скажи ты раскачивание делал именно попытка раскачать себя то есть нам двигать рукой или как он говорил встать не вставая фантомное раскачивание это миссия смотри мне я конкретно говорю про вот эти семь его роликов как войти в осознанный сон там тоже было это но там он по моему не говорил про фантомное раскачивание там сказал попробуйте выкатиться на это по сути дела одна техника а то есть у меня как получилось у меня давно такая фишка что я иногда засыпаю да давно заметил еще я засыпаю в подушке лежу и у меня начинается гул в ушах помехи такие жесткие причем такой ужас естественно охватывает меня потому что я понимаю что я отдельно а машина тела отдельно и вот это тоже потрясает каждый должен это испытать чтобы убедиться что машина тела и душа это разные вещи это не фэнтези это не приколы никакие и один раз еще давно у меня такой ужас был что я лежу и просто такие металлические помехи с квадратами пиксельные перед глазами там где глазной нерв проходит просто такой скрежет и такие жесткие помехи блять вот тогда у меня ужас наступил потому что эта душа она как бы переключалась от машины тела отделялась получается так и тут у меня тоже опять это это же самое случилось перед тем как я вошел в осознанный сон смотри тут как получилось я слышал гул в ушах такой не звон а такой блять но это не объяснить как будто теряю связь с телом да и куда-то перемещаюсь какую-то другую часть мозга может быть или что-то такое ну то есть гул в ушах сигнализировал явно о том что я теряю связь с телом когда именно засыпал понимаешь и вот у меня ужас естественно был но я продолжил типа я знал что ничего не будет надо продолжить просто и продолжил и уже через мгновение оказался в осознанном сне и вот это частенько у меня конкретно именно то что он описывает надо вслушиваться да в гул вот эти вот помехи и такие вот как сказать металлические помехи еще бывают ужасные такой скрежет как будто ну блять не описать никак не могу подобрать то есть это ужасно это это как будто глаза у тебя отказывают да от нервов от глазных то есть сигнал какой-то неправильно идет и ты как бы отдельно оказываешься это тоже одна из техник разделений надо в это вслушиваться и преодолевать вот эти вот помехи и тогда ты выходишь типа тоже это рабочий метод как бы а вот насчет преодоления страха смерти как такового у тебя как с этим не понял тебя а давай конкретнее ты говоришь именно происходит некое разделение тела и сознание так вот момент именно вот этого гула становится дико страшно как я заметил есть люди которые можно назвать ну давай не суицидники а те которые не боятся собственно умереть для них как бы ничего хорошего здесь нет они часто очень хорошими практиками становятся осознанного сновидения потому что они спокойно проходят вот эту границу вот именно в моменты проблемы проблемы когда люди хотят скажем так убежать вот в этот момент очень легко человек туда проникнуть вот как у тебя это случилось пройти через этот страх ну наверное у меня это случилось так просто и быстро потому что я уже был в этом состоянии ужаса до хаоса когда еще более жесткие помехи от глаз шли я вспомнил что как бы тут помягче то есть я ощутил что тут помягче гул просто отделение от тела как бы от мозга от нервной системы идет их ужас но не такой как был тогда я как бы сравнил думаю продолжаю продолжаю сейчас я во сне проснусь и потом когда уже ну через буквально через мгновение уже такой так я уже во сне и начал на руки смотреть и уже визуализироваться во сне начал то есть типа я уже тут я уже во сне это сказка это сказка это сон это сон это сказка сразу же вспоминаются зеленый сон классика классика как бы цитаты известные но кстати знаешь лучше в этом состоянии не шутить потому что ты можешь отлететь в сказку там пахом начнется сниц отвлекаться начнешь внутренний диалог как там поживает работает или тихо все ну как сны сны когда ты видишь обычное вот примерно по сути дела ты просто наблюдаешь свой внутренний диалог если не контролируешь это все что ты сказал я извиняюсь банан у нас сейчас важный стрим пожалуйста не встревает а придется себя замутить а понятно продолжаю ну я все сказал вроде я прослушал что ты сказал повтори я уже забыл то хорошо я скажу если ты меня слышно ты говорил о том блять что какие-то помехи или что что блять какое-то мешается или об этом обсуждать просто нельзя просто так почему я ебул ты так говорил я так говорил не приписывай аааааа ты просто сказал что об этом просто так обсуждать ну типа про смерть лучше не шутить он сказал тяжелые состояния у людей было это беру в тяжелых состояниях жизни человеку легче убежать в осознанное сновидение вот о чем я говорю но типа над этими ситуациями лучше не шутить в плане того что действительно ситуации бывают действительно очень жуткие людей ты про себя сейчас намекаешь ну примерно можно и меня взять как как такой вакууме примерно я знал людей которые принципе практиковали данная данную технику очень плохо то есть они смотрят за окно там серости по мойка но это самое малое что плохой в их жизни может произойти то есть там очень серьезные ситуации были типа не заметил из россии да ребята из нг россии да и они типа в осознанный сон уходили чтобы убить себя они уходили в осознанных сновидений что убежать от реальности понятно но это безопасно ничего не случится самое плохое что случится может это в общем-то паралич сонный да но там тоже надо расслабиться просто и лежать он сам отойдет то есть это тоже легко преодолеть если не напрягаться не пытаться пошевелиться тоже радуга это все описывает но это вначале кстати из сонного паралича можно скакануть в очень интересная опять же ситуация например ты лежишь и видишь как какая-то гиббака например перед тобой стоит не тот гиббака который там зарабатывает миллионы или кто-то тебя же он хотел взять деньги на этот на раскрутку какую-то там счета вот не этот гиббака какая-то реально здоровая такая херня который ты можешь дристану так вот жиденько и значит наблюдаешь ты вот эту херню и знаешь что в принципе можно стартануть из этого еще более глубокое состояние по сути дела не отходя от кассы ты имеешь ввиду что если ты будешь в сонном параличе то сонный гном появится да на груди вот это вот то что описывали наши предки все кстати да сонный гном это очень интересная такая штука реально потому что реально стрёмно только дальше на это подсаживаешься начинаешь ожидать даже вот эти ужасы которые люди боятся хотят обойти потом кажется тебе как каким-то фильмом то есть представить с тобой фильм случился это же просто шикарно но ты сам ждешь таких ужасов но ужасов между но например знаешь как вот забавная ситуация и сейчас наверное дня 4 3 ловил сонные параличи подряд и тут ты пишешь о созданных сновидениях и входах базовых таких мне очень это интересно стало ну ты ловил параличины дам гномы были фредди крюгер там короче просто движение как называют полтергейст то есть вот такая ситуация сонный параличи ты можешь увидеть все что угодно там а не обязательно гном но ты видел конкретно я да да за себя говорю и все равно продолжаю что если не остановила это но я это я типа почему мне должно это остановить мне предрасположенность просто к этому понимаешь так вот я думаю что ты будешь застревать в сонных параличах моя какая гипотеза да из-за того что у тебя нету плана действий ты отделяешься от тела но у тебя нету цели куда-то ходишь попасть у тебя нету представления что ты хочешь увидеть что ты хочешь ощутить соответственно ты ну застреваешь просто-напросто то есть ты тело не чувствуешь и просто застреваешь между мирами между фазами и реальностью все верно инсайдер именно так если нет желания входить куда-то то есть отеля вот как бы выпихивает то так и есть лук на не пойдешь а если например есть желание исследовать вот я в принципе могу тебе описать сейчас и карты сновидения которые люди расписывают принципе в открытом доступе даже есть огромное количество этих карт вот я могу описать то что я видел какие карты сновидений они кстати одинаковые у некоторых людей то есть то есть или даже писать да что ты видел ну смотри в общем что такое карта сновидения нет когда ты входишь в фазу начинаешь скажем так моделировать ситуации только бывает что тебя почему-то вытаскивает в состоянии подвешенности подвешенности назовем это так то есть иногда ты видишь например себя ну подошел к зеркалу смотришь на себя в основном люди почему-то видят себя без глаз ну я лично видел себя с глазами ну опять же это частный опт дальше ты начинаешь моделировать ситуации в начале они происходят по-разному то есть они изменяются в зависимости от того как у тебя заточен разум если он у тебя знаешь мои мысли мои скакуны обрисовывается одной фразой тогда будет просто захват небольшой осознанности и потом ты начинаешь уходить в сон обычно проваливаешься но более красочный ведь опять же вот эта осознанность то и сжираются вот этот сон и все а если тебе хочется продолжения тебе нужно производить оттягивание вот как было сказано смотреть на руки что это такое это есть якорь с помощью которого ты от вот этого от вот этой скачки мыслей которые переходят в образы во сне ты отводишь взгляд на якорь в данном случае на руки если руки например во сне отсутствуют ты переводишь взгляд на что-то другое но ты как бы скачешь туда-сюда и в конце концов переводя это внимание как если например кто-то читал кастанеду которую написал Дон Хуан там как Дон Хуан говорит вы когда вы входите в сон там начинает все дребезжать вы должны смотреть но не пристально а как бы поверхностно не зацикливаясь на одном месте по сути дела там как раз и описано вот эта практика потому что иначе если пережать ну все не получится задержаться долго и опять же зависит от того что вы хотите с телочкой там какой-нибудь потрахаться если у вас нету например этого жизни или еще что-то зависит от моделирования но есть скажем так еще интересная ситуация если отдаться именно вот этому потоку мыслей но постоянно смотреть на руки ну или на какой-то фетиш маленький какую-то штучку которую повесить на себя в жизни например моделировать его во сне ты начнешь гулять по городу ну или по пространству которое там находится и как ни странно это пространство оно почему-то одинаковое у многих людей вот тут мы и подходим к самой большой мистики вот этого осознанного сновидения именно к карте сновидений вы можете загуглить что это такое вы увидите что там некоторые здания некоторые застройки например положение домов железной дороги пустоши примерно одинаковые и когда человек научился что обходить почему-то возникает проблема когда он начал уже картографию эту делать он не может туда больше входить то есть у него исчезают силы вот я думал инсайдер может сказать где это взять я примерно знаю как можно вернуться в это состояние но оно происходит только рандомно то есть именно возникает у исследователей проблема с возвратом и собственно книги радуги они об этом и дают это понимание потому что последующей практике они как бы увеличивают способ и время нахождения именно время увеличивают его фазе и растягивают эту фазу потому что иначе не отточив вот эти вот техники ты просто не сможешь туда снова уходить потому что каждый раз сложнее и сложнее становится вот этот как бы в общем тот опыт который у меня примерно есть охуительные истории да инсайдер ну то есть у тебя не получается входить больше в осознанные сны я правильно тебя понял знаешь а как происходит как в игре когда накопятся силы тогда тебя выбрасывает самостоятельно уже опять же это именно со мною так то есть когда я как будто бы готов уже к этой серии следующей тогда у меня начинается вот неделями заходить туда но бывает так что на долгое время исчезает возможность как будто калитку закрыли понятно понятно но смотри если делать как описал радуга конкретно в семи вот этих сериях коротких то что будет происходить ты утверждаешь что в первый раз ты войдешь во второй раз ты войдешь а через неделю эта техника она перестанет работать ты все индивидуально но я бы сказал так что не через неделю а во-первых вот ты как человек достаточно например развитый в плане контроля собственно сознания контроля мыслей человек который изучал это все ты можешь например войти очень быстро скандал определенные рамки временные скорее всего то что ты описал вот ты сегодня войдешь у больше половины здесь находящихся это не получится то есть например через месяц ты сможешь выкатиться и то в момент когда перестанешь тренироваться иногда радуга описывает в своих книжках забавную такую вещь человек полгода тренировался ничего не получалось бросил это сразу же вошел в фазу такая шутка а что я утверждаю еще раз повтори именно что именно ты приписываешь что то мы друг друга можем не понять да уточни но смотри я говорю что ты не сможешь потом войти позже то есть вот что именно под этим ты говоришь то есть если ты начнешь практиковать в определенный момент ты просто не сможешь больше туда входить правильно я понял ну да да нет я такого не говорю то есть у тебя сил будет на это уменьшаться то есть вот возникает вопрос как это брать какую брать как мотивацию какую-то вот сейчас будет весело это сгорает в первых нескольких месяцах угар ну это стоит кстати ну то есть правильно ли я тебя понял что ты будешь входить по методу радуги в сон вот как я вошел да завтра послезавтра у тебя это уменьшает силы и потом через две недели ты уже не сможешь по этой технике входить правильно ну из личного опыта да все верно а может такое быть что просто ты слабенький такой не исключено не исключено да 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 ты абсолютно прав вполне возможно поэтому я и подхожу к людям другим чтобы узнать а так ли у всех то есть чтобы взять некую коррекцию чтобы осознать именно сколько процентов может вот так сколько нет то есть может быть где-то я ошибаюсь то есть вот с этой именно идеей я прихожу сюда а может такое быть что ты питаешься плохо и поэтому у тебя сил не хватает чтобы входить интересно кстати мысль интересная но исходя из того что я часто менял питание то есть именно определенное время экспериментирует так определенное время так есть вариант что изменение именно в плане осознанных сновидений у меня не было именно в зависимости от питания вот не заметил такого ну может быть ты как бы веган например и ты такой слабенький сил перемещаться даже в жизни не хватает не говоря уже о том чтобы входить в фазу непосредственно нет 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 я уж точно не ведом понятно ну вообще ты ощущаешь себя таким ведь радуга постоянно говорит о том что надо быть агрессивным таким активным динамичным парнем чтобы проникать в фазу может быть ты сам по себе такой пассивный и латентный немного поэтому не можешь проникать в фазу ну вполне возможно что я очень пассивный и латентный но факт остается в том что проникновение полосы латент подключился короче как услышал да да сразу надо набежать смотри самое интересное что опыт работы с этим всем у меня очень большой то есть причем моменты когда даже я не мог постоять на себя моменты когда не дошло именно период развития личности именно до момента когда не мог просто банально послать кого-то нахуй самое интересное что в те моменты намного сильнее и эффективнее работа шла в осознанных сновидениях в какие моменты в моменты когда шла сублимация именно когда ты не можешь постоять за себя ты это пытаешься реализовать как-то вот в осознанке то есть я же говорю некоторые убегают туда от проблем а некоторые убегают туда чтобы опрятелочку помацать хотя в жизни этого делать не могут понятно ну смотри вот конкретный вопрос я задам что произойдет с тобой если ты воспользуешься вот этой вот техникой радуги которую он написал в семи сериях коротких конкретные шаги вот ты сейчас сделаешь то есть ты заведешь будильник проснешься в 6 часов утра ты когда проснешься уже в фазе ты начнешь представлять образ где ты хочешь оказаться например на пляже там с телочкой например будешь держать за руку и перетекать туда как он описывает то есть очень простой такой довольно таки но рабочий метод если ты вот сейчас это сделаешь то что получилось у меня у тебя это не получится ты утверждаешь не утверждаю но констатирую факт в общем да не получится но если я поставлю будильник на 8 часов потому что 6 часов у меня не работает потом поставлю на 8.30 вот будильник то есть одно засыпание происходит потом опять легкое просыпание вырубаю будильник и вот как раз со второго именно со второй раскачки желательно чтобы мобильный еще на котором стоит будильник лежал недалеко просто вырубаешь со второго раза и начинаешь создавать полное расслабление и раскачку потом акцентируясь на затылке собственно вот тогда собственно шум где идет и возникает ощущение как будто у тебя такой шар в голове я даже не знаю и ощущение как будто кровь скапливается в одной стороне головы и она как будто начинает перетекать в другую и возникает шум и вот когда ты начинаешь эту за этой штукой наблюдать то есть не пытаться с ней что-то сделать вот тогда в принципе в принципе возникает сонный паралич и из него уже можно шагнуть но ты понимаешь сколько нюансов то есть сколько человеку который только этим занялся это скажем так небо и земля то есть что сделать вот таким способом можно сделать то есть это уже переусложненная такая ситуация но увы и без него очень тяжело только если случайный сон и паралич не возникнет и ты не вскочишь из него как бы фазу то есть и там сон сказка и все такое так вот так вот я о чем подумал то вчера да когда по ночам смотрел все семинары радуги на скорости 2.0 какая мысль у меня меня посетила радуга он предложил такие техники которые более менее работают да но но можно ведь разработать и рационализировать и изобрести что-то что будет лучше чем то что предложил радуга понимаешь какие предложения вот и я вот начал работу над этим как раз таки чтобы поставить на поток постоянный вход в осознанные сновидения понимаешь и смотри например такая версия у каждого есть смартфон да и например описывает радуга такой момент интересный что если ты только проснулся и не пошевелился и в первые пять секунд ты даешь команду разделиться с телом выкатиться да первые пять секунд то ты почти всегда сможешь выкатиться и разделиться потому что ты уже в фазе и дальше шансы на разделение они обрушиваются как он сам описывает после трех-пяти секунд идет обрушение шансов на разделение и мне такая идея пришла в голову а что если на смартфон зависит ну записать команду да директивную прямую ведь это еще из нлп известно что если человека будить ночью и говорить ты сверхчеловек ты убер доминант ты альфа самец то человек он начинает в это верить сам он становится доминантом убер человеком альфа самцом потому что прошивается его психика понимаешь и просто ну давать команду то есть на смартфон записываешь команду выкатиться и ты просыпаешься не по будильнику а по команде типа выкатиться да или взлететь понимаешь и тогда ты выкатываешься и взлетаешь то есть ты именно в первые три секунды должен сообразить что ты услышал команду выкатиться взлететь твой собственный голос ты услышал который записал на смартфон как будильник да такой выкатиться взлететь и сразу же разделяешься это опять таки радуга описывает то есть ты можешь вообще без техник в принципе разделяться выкатываться из тела это технологии радуги то есть техники не обязательно если ты можно без техника разделиться если первые три секунды после пробуждения так как ты уже в фазе находишься непосредственно вот и просто такой момент пришел мне в голову что записать директивную команду да выкатиться взлететь отделиться и по команде проснуться понимаешь это звучит очень вообще замечательно кстати данную тему не один ты задумывался существует по моему даже такие штуки которые производят вот это вот все то есть люди уже задумывались над этим пример какой-нибудь может убить очки для осознанного сновидения в многих моделях встроены именно команды и прочее но из опыта люди знают что легче всего как бы якорь ставить всякие цветовые комбинации и прочее то есть самогипнозом либо гипнозом устанавливаются якоря вот так же это уже было продумано но самое простое как по мне это сонные какие-то как называется обереги что ли называют чтобы произошла фиксация на предмете как помнишь был фильм так называемый начало там у него была юла по-моему вот собственно это взято как раз из работы людей кто занимался осознанными сновидениями просто например кулончик какой-то у человека висит и когда он чувствует что он упирается в него на него начинает концентрироваться и проваливаться в этот сон то есть иногда даже во сне просто его находят на теле вот и это уже как команда воспринимается в ходу сновидения но то что ты описал в принципе это отличная тема можно например свой тихий голос на смартфон поставить на будильник и поставить таких будильников несколько то есть по фазам сна и чтобы они запускались когда необходимо то есть в принципе можно испытать это давай тогда даже сделаем так я запишу команды себе ты запишешь и проведем некое исследование ну да хорошо договорились так если у тебя была обдумана эта идея то что мне заново успеть не изобретать может опишешь именно какие команды ты себе поставил может быть я себе немного нахабачу из этого но по радуге там надо выкатиться в первые три секунды как ты проснулся не пошевелившись и вообще ничего не сделав только ты проснулся ты в фазе просыпаешься и как только ты понял что ты проснулся я здорово звонил богдан не перебивай у нас важный стрим иначе придется тебя заглушить ладно извините ухожу тогда смотри то есть то есть надо именно директивная команда да получается ты должен проснуться от нее которая тебе скажет что тебе надо сделать и если ты в первые три секунды пять секунд не выкатишься с тела не сделаешь разделение то дальше шансы обрушиваются по радуге и соответственно надо вновь техники раскачивания фантомные применять чтобы повысить шансы на разделение то есть он в этом прав абсолютно и поэтому такие команды ну как ты обычно разделяешься то есть выкатиться да выкатывайся команда такая если у кого-то есть шум в голове превалирующий может ему записывать именно шум то есть следи за шумом то есть да если регулярно у него это прослеживается тогда вполне возможно то есть не обязательно ему выкатываться ему можно за шумом наблюдать ну по радуге там надо именно команду на разделение сделать ну это в видеозаписях то есть там если почитать базовые вот эти вот то есть там в начале у него как идет у него писательная в любой книге что как реклама что там в принципе ждет тебя в ходе а потом в описании идет типа выбирайте самые удобные техники из тех которые есть то есть способом перебора поэтому я сейчас технику которую ты предложил записью и директивным управлением собственно вот восприятие во сне то есть если например у тебя превалирует концентрация на шуме то есть ты входишь через него вот а ты например через что у нас вошел хорошо через шум и представил руки представление рук а то есть можно дать команду смотри наши руки а науки этапов слушай слушай шум нет 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 тут другой момент смотри это техники пошли чтобы повысить шансы на разделение понимаешь разницу а но можно как будильник поставить понимаешь вот этого и тебя вытянет он как бы можно но эффективности тут нет потому что ты можешь точно так же эти техники без будильника делать и они будут в принципе так же эффективны инсайдер ты же мне предложил будильник поставить нет я две другое предложил я предложил проснуться от директивной команды которая а зачем которая тебе скажет каким образом тебе надо разделиться потому потому что по радуге если ты разделишь в первые 3-5 секунды то тебе не придется делать техники понимаешь это он это изобрел момент такой то есть он прямо так на семинаре вот тебе ссылку сейчас скину сейчас вот этот семинар я не досмотрел его еще только в поиске найди день 1 часть 2 или часть 1 по моему часть 2 день 1 часть 2 это день 2 часть 2 на ютюбе в поиске то есть он там говорит что вы завтра придете вы будете делать техники там бла 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 но может так получиться что вы без техник уже разделитесь понимаешь если вы проснетесь и в течение 5 секунд сразу же на разделение будете действовать то есть вот вот понимаешь потому что первые 3-5 секунд если ты не разделишь это у тебя шансы попасть в астрал они катастрофически проседают грубо говоря и вот первые 3-5 секунд можно разделиться вообще без техник при условии что ты не пошевелился и даже если пошевелился можно потому что ты можешь фантомно пошевелиться тебе кажется что ты пошевелился на самом деле это фантомное движение было вот тут и расчет понимаешь фишка то есть ты проснулся тебя ты фантомно пошевелился тебе кажется что ты телом даже пошевелился на самом деле фантомное движение было то есть 3 секунды ты по любому фазе еще если ты проснулся от громкой команды разделяйся сейчас приказ разделяйся сейчас тогда тебе даже техники делать не придется ты просто выкатился но надо указать директивно как именно разделиться если человек до этого выкатывался то просто команда выкатывайся если человек до этого имел опыт вылетать из тела вверх да как это вспорить соответственно такая команда вылетай вверх потому что ты уже ты уже когда ты проснулся первые 3 секунды ты уже уже то есть ты уже в фазе находишься и дальше ты приходишь в себя как бы тебе надо использовать техники чтобы обратно подняться до уровня фазы до первых 3 секунд когда ты проснулся грубо говоря институтер я понял знаешь ошибку какую все таки лучше действительно как ты говоришь просто команду именно входи в фазу сейчас не указывая именно что делать потому что иногда бывает день когда ты можешь через шум войти а иногда бывает когда ты можешь войти иначе из раскачивания или например утопания в подушку то есть лучше не акцентировать внимание на том что именно тебе надо делать и вот что все таки я подумал да так лучше бы это да но ты говоришь раскачивание там это техники ты уже говоришь да это фантомное раскачивание называется либо утонуть в подушку как будто бы твоя кровать становится водой и ты начинаешь туда тонуть опять же там может возникнуть страх смерти что-то утонешь то есть тут нужно перешагивать да 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 но радуга на семинаре сказал другое совершенно он сказал что возможно части вам даже не придется делать эти техники ты понимаешь ага но я говорю именно за себя то есть а это часть которой приходится утопать приходится да приходится делать эти техники потому что ты проснулся не от директивной команды понимаешь ты проснулся от ты проснулся и ты три секунды приходишь в себя потому что у тебя нету голоса в голове с директивной командой ну давай испытаем тогда вот этот вот этот директивную команду ты и я еще кто-нибудь может захочет здесь присутствующих а если ты получишь директивную команду на разделение сквозь фазу за три секунды первые и ты успеешь раз два три секунды ну сквозь фазу раз слышать и такой то есть я уже в фазе просто разделяйся выкатывайся и ты просто выкатываешься и опять таки по радуге как он описывает это уже может сработать если это не сработает тогда надо делать техники то есть за пять секунд если не получилось выкатиться разделиться вспарить и все вот эти техники сделать ну то есть ты по логике должен просто встать и идти по опять таки потому что говорит радуга если ты в первые три секунды сообразил что надо просто встать и идти разделяться ты сразу же и встанешь и разделишься а если нет то тогда шансы обрушиваются каждую секунду после пробуждения понимаешь да слушайте народ у меня часто бывают блять блять фаралич сна сонный фаралич часто бывает из него можно выйти в астрал из сонного паралича братиш ты уже ты уже в сон фазе понимаем вот у меня это частенько бывает утром когда я просыпаюсь и сонного паралича полно легче всего стартануть то есть там через страх пройти надо по-моему а где гарантия того что осознанное сновидение и астрал это одно и то же может быть осознанное сновидение это просто работа мозга такая никто себе гарантии то не дает не ну фаза это не астрал по радуге он избегает как раз таки использовать слово астрал радуга то есть на самом деле получается что михаил радуга это очень серьезный молодой талантливый исследователь если так и разобраться потому что он написывает то с чем мы имеем дело с фазой да и он и говорит это фаза ну ну какая то работа мозга очевидно там есть если бы это был просто астрал то там мы бы другие эффекты наблюдали но блять парадокс том как раз вот мы говорили со спикером со спикером минуту назад сколько там десять минут назад о фильме инсепшн то что меня и поразило то что фильм инсепшн тёлка говорит что этот мир то есть она так долго была в фазе так долго в нее погружалась а может быть у иллюминатов как раз есть технология как погружаться в фазу стабильно да если воздействовать на мозг там приборами и так далее опять таки если были бы деньги можно было бы вычислять точно фазу когда она происходит и применять техники точечно но это невероятные деньги для этого нужны вот и фильм инсепшн с помощью получается оборудование она так долго пребывала в фазе что она поняла одну простую идею которая погружается в твой мозг и расцветает там который понял и я понял методом эмпирического осознания то что этот мир суррогат а тот мир более реален то есть он настоящий вот в чем парадокс потому что тут по дефалту все как-то блекло обыденно а там прямо ну по-настоящему то есть сто пятьдесят процентов от реальности вот это парадокс интересный как бы и получается что фильм инсепшн это фильм тупо про фазу про которую как раз таки и говорит Михаил Радуга на протяжении двадцати лет там ничего кроме фазы нету в фильме инсепшн то есть постоянно погружалась погружалась и так часто погружалась что ну она поверила и убила себя в реальном мире потому что она знает она поверила из-за внутреннего знания что там более реально чем тут и парадокс в том что это правда ну то есть человек опирается на свои ощущения да и ну ты чувствуешь что там более реально чем тут то есть там по-настоящему я приблизился к текстуркам песка я до сих пор общаюсь и мне эта текстурка песка перед глазами перед глазами блять отключайте микрофон то есть текстурка песка перед глазами 8к 16к разрешение в реальной жизни даже если приблизиться но это не выглядит так реально как было в осознанном сне вот этот парадокс заставляет исследовать и радугу в том числе и входить в фазы и фильм полностью вот этот инцепшн о фазе получается знаешь что мне вспомнил сейчас короче есть такая замечательная традиция на востоке возможно кто то слышал я пытался популяризировать некий бурхаев называется так вот по сути дела это йога ну это переходный период и способ имя царской йоги перехода в осознанное сновидение то есть это целая наука на востоке о том как умереть так чтобы уйти в осознанное сновидение местной группы вот сейчас вспомнил такую вещь это знаешь все вот эти хипстеры сыроеды и прочее они изучают там заниматься йогой духовный рост и прочей чушью а на самом деле сама вот эта вот концепция йоги это система правильного умирания представляешь насколько это вообще отличается от вот этих вот духовненьких и прочих ребят то есть это по сути дела просто техника для того чтобы уйти в осознанное сновидение я вот так вот примерно так почувствовал сейчас ну ты просто хуйню споролся вот и все возможно слушай инсайдер а брось ссылку пожалуйста на этот фильм инцепшн или как он там называется ну в смысле ссылку так и называется инцепшн кристофейн нолан режиссер ладно спасибо смотри еще какая техника есть там ты должен 3 часа бодрствовать 15 минут спать и вот так на протяжении допустим 2-3 недель вот это как бы добавляет возможность тебе как бы находиться в этом осознанном сне или этой как называется фазе 0 в на 2 ну хорошо а сколько у тебя уже времени ты не можешь войти в осознанных сон по времени так примерно это ко мне тебе конечно смотри я говорю именно интенсивность вхождения то есть я могу войти в сон но мне нужно больше на это ресурсов потратить то есть например в вашего осознанное сновидение там про был но не знаю там бывает время много как будто прошло то есть там целые дни как будто проходит так час но потом ты встаешь и весь размазанный то есть уходит огромное количество сил и как бы вот именно вот в чем проблема то есть не сколько ты мог не можешь войти его осознанное а именно почему столько то сил вот в чем вопрос то есть откуда их брать чтобы продолжать этим заниматься понимаешь о чем я ну да да ты наверно поэтому такое обессиленный актер сказал что я бессильны ну так по голосу так будто ты обессилен ну хорошо я могу говорить по-другому в принципе так очевидно куда уходят силы если это не астрал проекция этого мозга ты представь сколько мозгу нужно блять напрягаться чтобы вот это все воссоздать твои все фантазии как ты говоришь 8к вот это вот чтобы он тебе песочек прорисовал мозг ты прикинь как он напрягается естественно ты охуеваешь потом инсайдер я нашел фильмы inception художестве леонардом дикаприо но это ведь не то это тот кто-то а это все я усмотрел я понял в один раз мало я его шесть раз пересматривал ну понятно что сил не хватает но я тоже заинтересовался тем что ты говоришь что не войти в осознанный сон как ты сказал потому что я сегодня тоже попробовал да и у меня не получилось почему-то но я другие команды на смартфон записал да в частности я записал смотри на свои руки команды именно для техник а это как бы смысла не имеет ты можешь точно также себе говорить те же самые команды потому что не в команде тут дело именно техник в том чтобы не представлять а визуализировать перед собой руки когда ты фазу входишь вот это же столкнулся с тем что не получилось войти но и сама радуга говорит о том что он не каждый день входит а на неделе раза три по я думаю он так обмолвился вот сейчас тоже скину ссылку здесь он сказал в вебинаре об этом то есть ну как бы может быть это и не надо входить каждый день понимаешь может быть это просто неотъемлемая часть нашей жизни там в пятницу вечером там пивка выпить до субботу вечером войти в фазу кстати с алкоголя отлично просто входят сахвозу вообще просто заебись с алкоголя нормально входятся вообще заходит отлично а ты сам алкоголик нет алкоголик ну как как отлично входятся типа выпил ну например если ты выпил так вот с дурой короче нормально накатили и в общем ты такой ох сейчас фазу войду даже можешь об этом не думать то можешь спокойно выпить часто даже алкоголь принимаем для этого и сколько ты раз под алкоголем выкатывался дохрена узнает специально я не делал так но в принципе с него некоторые заходят очень легко то есть русы как бы понимаешь они разумистого сам мы-то не знаем практика фазы все-таки практикует фазу типа ну типа да не ну то что ты сказал это правда потому что дело с д д который зашел он алкоголик как бы и у него постоянно проблемы что он застревает в этом параличе в сонном я не алкоголе я не алкоголе я не алкоголе я не алкоголе я выпиваю в выходные а на неделе я не пью ну это то же самое да в сонопараличе особенно на объебосе я часто попадаю в него реально вот попадают проснуться не могу пытаюсь пошевелиться я вроде бы шевелюсь пытаюсь открыть глаза глаза не открываются в общем страшное ощущение но я еще в осознанное сновидение из паралича не выходил а попробуй полететь полететь как птичка как птичка вот как будто попробую из паралича нырнуть как бы так не знаю раскачаться там еще что я говорю дева с д д д попробуй посмотреть семинар который называется выход из тела за три дня михаила радуги я сам еще не досмотрел его там много серий день 1 часть 1 6 2 и вот мне кажется тебе но у тебя получится то есть ты накати там бутылочку 05 40 градусов я водку не пью только спирт нет джинс с тоником люблю ебать ты богач вот джинс тоником там 40 градусов выпей и сделай как он говорит михаил радуга мне кажется ты сможешь выкатиться из тела легко то есть раз хоп мягенько выкатился да потому что уже в фазе будешь находиться в алкогольной и потом расскажешь о том что у тебя вышло получилось или нет потому что алкоголиков все-таки ну как выпивающих людей не так много но было бы интересно послушать твой опыт но это происходит не каждый раз это происходит ну достаточно часто если смотреть на время вообще вот там например за последний год или за последние два года выйти вот в осознанное сновидение у меня почему-то не получается потому что я не знаю что надо делать я посмотрю радугу если у меня получится войти в сонный хоролич я попробую из него выйти конечно же это интересный опыт я напубликовал на стене вконтакте на своей радуга семь серий маленьких он конкретные шаги дает как можно войти в осознанное сновидение у меня с первой попытки трезво получилось выйти а ты если еще накатишь думаю вообще с пол с полточка войдешь окей окей я постараюсь сегодня в поиске найдешь остальные шесть серий там по названию на ютубе конечно да окей у инсайдер спаивают так может если эти осознанные сновидения так много ресурсов жрут может лучше тогда практиковать астрал который не жрет твои или свои не может просто накатим ну накати еще подожди а чем осознанные сновидения лучше внутреннего диалога но она типа красочная и типа есть впечатление что якобы что-то постиг такой охуенно не не красочная но лучше чем жизнь если бы просто было красочная я бы молчал в трубочку я бы просто реалистично я бы просто заткнулся может ты просто можешь сесть помолчать немного я бы просто сел и немного помолчал понимаешь если бы было так же как жизнь но речь идет о том что тут суррогат вот эта жизнь воспринимается как суррогат как пародия на фазу фаза по дефалту она была и будет всегда а тут как бы вторая симуляция не такая яркая вот это потрясает и почему радуга говорит 20 лет изучаю фазу тренируюсь на перекладине солнышко делает руки накачал уже заебись там то есть из-за этого вот вот о чем речь понимаешь то есть это не приколы блять никакие потом я и говорю ну надо фанов подтягивать чтобы они хоть раз вышли в фазу и тогда они поймут о чем речь ими на тите знакомо выражение сдвиг по фазе ну кстати ловко тоже подметил интересное выражение сдвиг по фазе откуда оно произошло неужели отсюда мне кажется совпадение просто сдвиг по фазе это не связано это не связано потому что оно было еще до того как радуга вел понятие фазы они его чернили может а ты не допускаешь что радуга может просто цеховиком быть и он только часть правды какую-то небольшую тебе вкинул и все ну я допускаю вопросов нет я допускаю такой момент особенно после того как его видео по фазе длится ровно 33 минуты без секунд я скачал на торренте оригинальный файл его фильма ровно 33 минуты без лишних секунд вообще 33 как бы я на поднапрягся конечно если бы был какой-то профит с осознанных сыновидений то бы он не об этом на видео да тут не в профите дело блять я тебе объясняю то дело в том что ты не можешь забыть это это как навязчивая идея посмотри фильм инцепшн это как навязчивая я та еще и не могу забыть а ты мне тут по радугу это как навязчивая идея которая проникает в твой мозг так может это и есть работа вот как раз этого чувака какого там радуги чтобы эта идея захватила твой мозг и больше туда ничего не заходило и ты грезил этой хуйнёй и на реальные вещи потом не смотрел и блять и без радуги об этом было известно только радуга как талантливый молодой исследователь он смог увеличить результативность входа в фазу колоссально вот его достижения конкретно но и без него входили фазы и были движения и все это двигалась блять еще в интернете 1.0 в 90-х годах там сайты были там кастанеда осознанные хакеры сновидений хакеры сновидений блять а радуга он просто рационализировал показал как каждый может войти уже на второй день то есть и блять ну это респект так то если задуматься ну в целях экономии да когда нет денег на водку какие-то скучные если честно давайте теперь покажи класс рыцарь артур понятно то есть ты предлагаешь сидеть ничего не экспериментировать такой что ты предлагаешь развлекать тебя ну блять при чем тут это давай тему тема о том что ты вот предлагаешь не изучать эту тематику правильно потому что она возможно опасно то есть не я интересуюсь вдруг есть какой-то профит о котором я не знаю но профит развлечением то есть ты либо правую жизнь свою скучно как уебан либо короче ты развлекаешься вот мы нашли способ пожалуйста инсайдер принес не знаю я могу весело подрочить и без всяких осознанных снов ну так пожалуйста зачем сюда профит в том что ты понимаешь что с этим миром что-то не так после того как ты побывал в фазе просто просто понимаешь еще с древних времен продвинутые йоги и буддисты они как бы не только то фазы изучили а то что и предшествует этому как бы и астралы и все и они понимают что не так да понимаешь у них гораздо больше знаний и больше профита чем от просто ты как бы напряг свой мозг да иллюзию себе создал а ничего как бы познал то есть в этом проблеме разор дай технику входа в астрал без фазы без этого ну я ж тебе блять не йог продвинутый какой-то ну а хули ты тогда пиздишь а ну а хули ты пиздишь в смысле мы по тематике как бы пиздим а ты как говоришь конкретно просто свои претензии типа то есть что мы должны не практиковать это не претензии я тебе объясняю просто ты скучный ёбаный рот чувак не души а чё тебя тебя веселить что надо реально ну не душить хотя бы понимаешь не душить в чём это души ну ты собой душишь ну короче ты хуйни несешь то что если вы его понимание блять никакой мы его мы сейчас обсуждаем не моё понимание чувак не души а ну ладно давай говорим у тебя бунт я уже все сказал чувак нахуй то вы ёбаный блять гопник ёбаный рот успокойся но ты рамсить на филане никто не рамсит я говорю не души просто не души а все все не души а никто успокойся пиздец на самом деле обычные сны гений они тоже намного парик красней чем этот реальный мир просто обычные сны ну да йога хуйня а просто обычный сон это пидать вообще высшее это я не говорил что его хуйни я про его не я не экспериментировал разного ты занимался йогой да и сейчас занимаюсь ты же знаешь вообще возникновение как традиции этой всей для чего она использовалась но в целом да я как бы не на сто процентов все поддерживают как бы в религии блять не на сто процентов все я использую только то что мне а вот такую тему слышал что йогу как бы тренировали тренировали старики для того чтобы уходить в лес вводить себя в состоянии чтобы ну убирать там то есть чтобы был не так болезненно об этом я ты не слышал а откуда такая информация ну господи как базовая основа то есть ты должен изучить это хатха йога собственно использовалась для этого нет я не слышал чтобы йога это было обучение умирать именно как титров ну окей как бы ну просто это вообще известный факт как бы любой культуролог скажите вас только вьет об этом ну культурологи видимо умирать собрались а мы тоже будем ну никто не говорит что как бы плохо изучает какую-то тематику такую то есть они всю жизнь подготовились как бы к этому то есть там традиция такая то есть они воспринимают вот именно переход сон там существование у них есть понятие бордо то есть переходное состояние минут этого шума и они описывают что вот так можно туда-сюда двигаться ну вот я кстати йогой не увлекался то есть получается что то что говорит радуга это на сто процентов соотносится с практиками йогов или как скорее всего нет 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 оно никак в принципе особо как ты говоришь не соотносится потому что в йоге там немножко по-другому ты как бы ну там есть тоже осознанное сновидение как бы да но это вот как я изначально подумал как радуга начал рассказывать то что вот эта фаза это состояние еще пока ну перед сном то есть еще сон не ушел но ты вот находишься вот в этом состоянии между сном и бодрствованием это как раз когда ты из медитации находишься когда ты уже тенденции ума остановил то есть у тебя вот это вот хуйня вот это вот постоянные мысли которые бегут бегут кто-то вне поток и сидишь пытаешься как бы добиться состояния таком котором ты можешь что-то познать вот и в этом состоянии просто меня один раз такое было когда Gottman transgender можно сказать и так которому осознание поменяла вот и она именно происходит момент никогда ты в осознанность д relieved деприт рифлое именно когда ты уже я вот просто уже мариню не ожидал ничего и такой еще никому hinter i а вот и все раз засыпаю. И в тот момент только тогда может появиться, вот как ты говорил, просто ты сам говорил, что ты и с интерналами там общался. И вот именно в этом моменте, в переходе от бодрствия к сну, когда у тебя уже мозг успокоен и как бы нет вот этих вот лишних мыслей. Вот. И вот только в этот момент, и именно когда ты на что-то настроился, вот, с кем-то хотел пообщаться или какую-то вещь познать, то есть твой разум направил. Вот. И в этот момент именно переход от бодрствия к сну именно в этот момент происходит вот какая-то вещь может произойти, которая твое мышление может поменять или вообще, как ты говоришь, вот какие-то знания получить. Вот. Такие дела. А он именно, видишь, получается как бы этот момент опускает именно вот самое важное, то что переход от бодрствия к сну, он пропускает этот момент и говорит то же самое важное и перейти в осознанное сновидение. А это как бы немножко другое, как я считаю. А какое именно ответвление Раджи Йодит использовал для медитации? Что именно делать? Ну, как бы я просто взял и начал медитировать. Он не занимался, установка и тенденция ума нет. А, ну вот. А, ну вот. Ну, это интересный опыт, кстати. Кто-то писал, круто. Очень даже похоже, кстати, на вход в осознанное сновидение. Ну, это не было именно оно, потому что то, что я увидел, как бы, я не ожидал, блядь, то, что это произойдет. Я просто начал, думаю, ну, как бы видосик, как обычно, смотрел, вот, и понял, то, что как бы именно медитация может тебе дать какое-то, какое-то понимание происходящего вообще. Вот. И я просто ради интереса начал этим заниматься, как бы, вот. Вот. И я не ожидаю вообще, что что-то такое произойдет, вот. Получил опыт, но, блядь, я просто как бы от неожиданности я испугался и сразу вышел из-за сорок, ну, точнее, не осознанного сновидения, а вот именно из медитации. То есть от неожиданности, как бы, то есть я не понял, что происходит, ну, в смысле, а исканул и вышел сразу. Вот. И после этого пока что-то как-то не особо больше получается в такое состояние войти, но, как бы, понимание, как это работает, небольшое появилось. А что, если это два способа одного входа? Как-то вот такая мысль? Ну, в принципе, да, но, как бы, просто я не буду полностью описывать весь тот момент, почему именно я пришел к этому, как и с кей помощью. То есть для меня очевидно было, потому что это не сон был. То есть после этого я там цифры видел определенные, как бы, ну, я, то есть уже однозначно понял и я знал, куда я свой разум управлял и, то есть, очевидно то, что это было не просто как-то, грустно-сознанный сон. Ну, так, да, получается, что возможно такое, но для себя я точно знаю, что нет. было бы интересно сравнить это. А сможешь ли описать именно схему, как ты производил данную медитацию, что можете ее попробовать? И, может быть, это действительно вход в одно, как бы, состояние просто и описать его потом? Ну, в принципе, в принципе, ну, как бы, йоги, в принципе, все практически могут это тебе описать, как бы, смотри, видосы, вот, там, направлять свой разум на определенное, как бы, да, на высший разум, там, высшее сознание. То есть для этого тебе нужно определенный, как бы, ну, вести образ жизни, определенный мясо не есть. Вот, ну, такие вот дела. Ну, я думаю, что самые, это, как бы, такие, ну, как это сказать, инструкции более упрощенные, как бы, то есть, если ты хочешь именно ну, узнать напрямую от кого-то, да, то есть ты уже медитируешь на это, ну, на что-то, да, то есть то, что ты хочешь узнать или кого-то ты хочешь услышать, вот, и на это медитируешь, и есть вариант, что ты как раз это и получишь. Просто еще вопрос в том, сможешь ли ты после этого мыслить нормально, да, то есть ты можешь просто постановить наложить или не справиться с хулиганом, да. Ну, после сонных параличей, знаешь, наложить, что мы не так, что же и страшно, когда уже обоски. Ну, нет, нет, у меня был сонный паралич, это, блядь, хуйня полная, как бы, ну, как сонный паралич, вот как у меня был, то есть ты проснулся такой, и хуяк что-то свет, короче, блядь, выключен, да, ты такой, блядь, не могу, ничего не вижу, да, и хуяк, короче, потом ты такой, типа, встал, типа, свет включил, а он ни хуя не включается, да, а потом оказывается, что ты, блядь, вообще спал на. Так это осознанное сновидение было. Нет, нет, это не осознанное сновидение, это как раз вот этот паралич, когда ты не можешь. Вот у меня со светом была такая же хуяк. Да, потому что свет, точнее, не свет, а отсутствие света, даже вот полная темнота, ты все равно что-то не видишь. А это именно, блядь, как это, ослеп, типа, на самом деле, это вот как раз и был, этот сонный паралич. Или когда ты, типа, такой, у меня был момент сон, короче, да, вот это вот может быть был осознанный сон, но скорее всего, просто проекция ума такая у меня была, как бы, я такой, в какой-то момент, ну, как идет сон, вот эти бредовые сны постоянно идут, 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 и в какой-то момент ты такой раз подходишь и смотришь на себя, то, что ты спишь, вот, и начинаешь проваливаться, короче, конкретно так, провалишь, проваливаешься, ну, и боишься, что не проснешь, но сразу там просыпаешься. Вот это вот, я думаю, и есть параличка. Я так понимаю, ты поопытнее будешь там в состоянии, можешь различать, правильно я понимаю? Ну, да, да, параличи и вот эти вот осознанные сновидения, у инсайдера просто так четко получилось, потому что у него может быть воображение, как-то работа, или еще что-то, потому что у меня таких ярких, ну, редко бывает, да, такие яркие, тем более еще при этом осознанные, то есть когда ты осознанность сновидения делаешь, ты должен воспроизвести в том числе ума, все там, то есть ты должен стены воспроизвести, там должен еще что-то воспроизвести, еще удержать это состояние, да, чтобы не перейти в обычный сон неосознанный, как бы, ты можешь просто сначала в осознанности быть, а потом, ну, как бы уже забыть, то, что ты вообще во сне, или наоборот можешь, то есть сон идет, идет, а потом такой, ты хуяк такой, о, блядь, Да я же сплю, и начинаешь там, за тобой там зомби там гонялись, или кто-то тебя убить хотел. А ты, блядь, понимаешь, что ты спишь, и начинаешь там вообще конкретно туролесить по приколу просто. Ну, то есть это немножко другое. Интересно. Ладно, сейчас немного отойду. Продолжение следует. Давай вернемся с тобой к самой важной теме, как я считаю, это как повысить все-таки вероятность входа в осознанный сон. Минуточку, пожалуйста. Что? Отошел он. Инсайдер, а как радуга разделяет фазу и острову? Он вообще избегает слова астрал. Он называет все фазой. Ну, то есть это одно и то же. Но он говорит, что астрал это заблуждение эзотерическое. Вообще так считаю. Я тоже что-то не понял. Ну, то есть люди, которые говорят про астрал, они такие вещи говорят, что обязательно должно быть тело. Ты должен обязательно видеть тело со стороны. Например, потом то, что в голове у тебя подключена нить астральная. И люди, которые реально выходят в фазу, входят, разделяются, они иногда не видят тело со стороны себя. Тут же должно быть тело, его нет. Они также не видят нить астральную, но они пребывают в предрассудках, что это должно быть. Потому что они якобы начитались вот этой вот темы про астрал. Вот этот подход меня заинтересовал. Прагматичный подход Михаила Радуги. То, что он практик, понимаешь? Он практически исследует и его интересует реальность только. Как на самом деле. У нас тут был какой-то чувак, он говорил, что входит в астрал, типа там обратно на стене что-то написал, он шел в астрал, увидел там какую-то улыбку, факт, в том, что вы с ним беседовали, инсайдер с этим чуваком беседовали, что типа такой хуйней можно наебывать лотерейные плеты там, или скачки, или еще что-то. Ну, в общем, как-то нажиться на этой хуйне. У вас там все это закончилось? Я, кстати, помню этого чувака тоже, так и есть, понимаешь? Астрал – это как бы своего рода проекция, которая будет в физическом мире. Ну, я ему дал задание, этому чуваку, но он его не выполнил. То есть он его, ну как, частично можно сказать, что он его выполнил. Но частично он ошибся, поэтому скорее не выполнил, чем выполнил конкретно с ним. Так получилось. А что за задание? Может, оно и невыполнимо? Я сказал ему увидеть то, что он сможет увидеть в Астрале, когда выйдет в окружающую обстановку в моем рабочем кабинете. Он правильно сказал про компьютер, то, что стоит рядом с монитором, там детали некоторые указал, но были и ошибки. Поэтому точно нельзя утверждать, что ты вышел в Астрал, и ты просто видишь пространство, да, без искажений, как оно есть. И это другой мир, и ты просто вне тела видишь его. Это тоже заблуждение, получается так. То есть это именно фазовое состояние, о котором говорит радуга, который, подчеркну, 20 лет тренировался. Исследуя, то есть проводя эксперименты на живых людях, чем он сейчас как раз занялся, живых людей подпрягает, чтобы на них эксперименты ставить. И в принципе, если он продолжит ставить эксперименты, то к 60 годам он, блядь, ну, может и прорыв какой-то сделать в изучении фазы. А вот идея о том, что это тупо Астрал, вот как раз таки по Радуге это не так. И он доказывает это практически. А таких вот, ну, исследователей, не пиздоболов, да, я уважаю очень сильно. Он про Астрал ничего не говорит, он конкретно про осознанное сновидение. От Астрала он, наоборот, уводит, потому что там можно натворить делишек. А в осознанных сновидениях тупо развлекуха и все. Ну, нет, он не уводит в осознанное сновидение, он говорит, как выходить в фазу. То есть он, осознанное сновидение, он только сейчас переключился на них, более плотно я так понял, да. До этого он больше по фазе был. Он такой человек по фазе больше. А сейчас он больше по осознанным снам переключился. Вот в чат разумистов я скинул, короче, мультик. Сделали очень давно практиканты смотреть. Кто видел, может быть. Ну да, да, я видел этот мультик прикольный. Можно угарнуть, кайфануть, посмотреть. Там в двух частях. Вот, поэтому это важно понять, да, что астрал и фаза – это разные вещи по радуге. Потому что если мы говорим про астрал, то сразу же подрубаются вот эти вот стереотипы. Там обязательно тело должен увидеть из стороны, там, астральная нить. А по факту это не совсем так. Вот так описывает радуга. И, блядь, ну это респект, уважуха таким людям, которые, ну, не повторяют что-то, да, услышанное, а просто тупо проводят эксперименты на живых людях. Ну, пусть попробуют на мертвых. Мне кажется, просто ничего не получится. Поэтому на живых. Да. Слушай, а вот насчет астральной нити, я вспомнил такую вещь. К ней я не понимаю, почему люди прицепились. Как я слышал, у практикантов астральной нити он называет поводок, который они себе представляют, чтобы защититься от страха умереть, который там возникает. То есть, они представляют, что они всегда могут через этот поводок обратно вернуться. То есть, это просто как защита такая, чтобы пройти в это осознанное состояние. Вот такие вот дела. Да, и вот пока тоже не забыл, сейчас мысль такая пришла интересная. Мой фюрер тут говорит, типа, нет выгоды, никакой какой профит, там, бла-бла-бла, типа, зачем мне это надо, тут эти вот скорые опять муси свои, юмористические смехопанораму тут опять устроил. Смотри, профит, да, ты говоришь. Все тайны этого места были раскрыты. Понимаешь? Тут никаких других знаний не осталось. Я мне часто присылают в личку, вчера разбирал личку, там, куча сообщений, одно и то же, то есть, плоская земля, окей. Мы уже поняли, что она плоская. И так, любую тему возьми, все знания скрыты, понимаешь? Мы так примерно чувствуем вообще, что тут в мире происходит, что как, даже те, кто прочитает книгу, они поймут, значит, когда была первая жатва, когда будет следующая, то есть, в принципе, вообще сеттинг, да, то есть, как, что было, была ли, так сказать, ядерная война, там, 300 лет назад, в принципе, и в моей книге тоже об этом упоминается, так, я к тому говорю, что сеттинг более-менее понятен, да, и все тайны этого места, они раскрыты, в принципе, да, но, блядь, то, что не подается здравому смыслу, и то, что является загадкой, это именно фазовое, вот это состояние. То есть, астрал для тебя не загадка, но ты говоришь про какую-то ебучую нить, и как верно заметил Артур, да, это всего лишь визуализация. Нет, я говорю про слова Михаила Радуги, почему он занимается этим 20 лет, тренируется. Потому что он, ну, не дурачок, понимаешь, он все изучил, он там живет на плоской земле, там, скорее всего, понял все, как обстоит дела, но вот это последняя загадка. А может он этим занимается, потому что он цеховик, поэтому он 20 лет занимается, и кроме, кроме осознанных снов, как бы, он тебе никакие ответы дать не может, как бы, и что... Я же и говорю, он от астрала умышленно уводит сучара. Ну, я с самого начала про это и говорил. Потому что в астрале делишек можно намутить, а в осознанных снах ничего, кроме твоей ебучей фантазии, нет. Так в смысле, блядь, он уводит от астрала, что ты несешь? Яички. У него, блядь, все ролики, как выйти в астрал. Просто сейчас он переосмыслил и не называет астрал астралом, называет это фазой. Нет у нее никаких роликов об астрале. Пиздец. Это ребрейдинг, понимаешь? Потому что астрал, когда человек услышит, он сразу начинает срать просто жестко. А как бы он назвал фазой просто ренейм. Ну пусть заходит тогда ко мне в гости на чаек в своей фазе ебучей. Кстати, это фюрер сейчас вообще просто будет рад. Слышал кто-то, он на хеме такая вот замечательная деваха, она тоже там занималась всякими такими вещами. Видели вы ее вообще? Еще и праноедка какая-нибудь. Да, да, да. Это праноедка на хему. Вот, вот, загуглите на хему, короче. Так вот, на хему, на хему, радуга ее ебет, короче, на хему вот это. Так мало того, что... Вообще отлично. Так, слушай дальше. Кто-то знает Кристину Морану? Он тоже ее ебет. Ну, бажная такая бучиха. Так вот, она, короче, является подругой на хемы. Получается, он их двоих ебет? Нет, я не знаю, что с Кристиной, но она с на хемы, короче, встречалась. там даже фотки есть. Я охренел, когда это увидел. Ну, это так, короче, к слову. Они лесбиянки в смысле встречались? А, блять, инсайдеры, ты не слушал, что ли? Михаил Радуга лесбиянка. Да. Ха-ха-ха-ха. Точное определение. Радуга, короче, с Нахемой встречается, а Нахема знает эту Кристину Морану. Ну, какое ваше отношение к Кристине, я не знаю, но это так, к слову. А твое, твое какое отношение к Кристине? Ну, блять, танцует неплохо, так, жопу трясет. Симпатичная, как думаешь? Ну, хороший еврейчик такая, да, симпатная. Понятно. А без косметики? Не видел, не видел, скиньте, дам, сколько из десяти. Ну, мое мнение, если интересно, то она стремная немного. То есть, она не симпатичная, стремноватая еврейка. Ну, давай, короче, по фактору, то есть, какие еврейки тебе нравятся, скинь, оценим. Ну, блять, давай не будем, как бы, евреев оцениваем, блять. Ну, да, скатились, блять, с разговором, нахуй, разумистического, опять, блять, на пиздестрадание какие-нибудь. Так, это как раз... я сейчас еще фотку скину. О, давай, давай. Нет, нет, можно пооценивать евреек ночью, да, то есть, посидеть, поугарать, там, как бы, просто... Подожди ялкой. Ну, перед этим просто хочется довести тему важную, реально, как бы, до логического конца, и после этого можно там пооценивать, как бы, поскидывать, поугарать. То есть, я, ну, пытаюсь до логического конца тему важную довести, то есть, Сюрер говорит, что, значит, он вводит радуга в осознанные сны, там, блять, из астрала, что совсем не так, потому что он вывел радуга людей в фазу, и до этого называл астралом, и показал, как, ну, выходить туда, поэтому это не соответствует действительности. Может, он напиздел сначала по астралу, потом понял, когда ему начали говорить, что это нихуя не астрал, и поэтому он сменил название. По-разному может быть. Да, да, так и есть. А еще, скорее всего, еще, если процентом, что это цеховичок. Да, это и есть цех, он, скорее всего, даже не то, чтобы не знал, что он пиздит, он знал, что он пиздит, а потом, когда уже ну, как бы, йога все-таки распространена стала, люди начали практиковать, знать, как это вообще работает, и он понимал, что его спалит, и он поэтому название поменял, а отводит он именно вот в эту вот иллюзию, то есть, именно самая-самая крутая херня, которая происходит, это между сном и бодрствованием, вот это вот именно в медитации достигается, да, вот, а он именно цеховик, он отводит людей, да, вот в эту вот иллюзию красивую, да, где ты можешь там получить все, что хочешь с помощью разума, да, ты можешь натренировать свой разум, ты будешь там, блядь, строить себе локации охуенные, телочек жах, вот, ты как бы в этом застрянешь и не будешь развиваться, то есть, в этом цех как раз, вот, и как раз это объясняет то, почему он так долго этим занимается и ни к чему к такому не пришел, то есть, за столько лет, находясь в этом, если это ставить знак равно в астрал и то, что он практикует, как бы, и ничего он не узнал, как бы, и все только зациклилось на том, что он просто научил выходить в осознанный сон, как бы, блин, для йогов это вообще, как бы, это самый начальный уровень, как бы, ничего в этом нет, а он массу людей огромную за эти, сколько там лет, он просто тормозит на вот этом моменте, то есть, человек, который, типа, такой, что-то узнал, такой, ну, нечаянно, может, вот, как я, вот, допустим, до этого, у меня же было до того, всякие выходы, вот эти сонные параличи, человек, многие, кстати, вот, даже опросы были, нечаянно даже выходили в осознанный сон или в сонный паралич испытывали, вот, и вот человек такой хуяк, вот, как ты такой, типа, хуяк вышел нечаянно, вот, и такой думает, во, оказывается, все не так, как я думал, и начнет докапываться до правды, да, а тут хуяк такой чувак появляется, который ему рассказывает, как это надо делать, чтобы он не наткнулся на что-то реально стоящее, и вот эти люди, которые нечаянно, да, то есть, увидели что-то, они зависнут просто на вот этом чуваке Радуги, и все, и будут вместе с ним 20 лет создавать себе какие-то локации, у кого-то будет получаться охуительно красивые локации, за счет того, что у него воображение работает киздата, а у кого-то будут слабенькие, вот, не знаю, потому что я, может, как-то особо в этом направлении не работал, у меня такие не сильно красивые локации получаются, слабоватые, вот, у кого-то Радуга, это еще такой не самый печальный уебок, да, бывают уебки, которые дают реальные знания, а потом уводят с этими знаниями в сторону, да, не договаривая, или еще каким-либо образом, вот это самые стремные уебки, это так религии делают в основном, ну, так в смысле, блять, не договаривая, так ты договори тогда, нахуй, что он скрывает, договори, я когда разоблачаю цех, я говорю, что скрывает, так я только что тебя описал, что именно он скрывает, о, какой-то конфликт назревает, ребят, не надо, давайте лучше практиковать, такого конфликта, обычное, обычное обсуждение, ну, это просто то, что ты описал, просто мета, как это, мета, метамодельные облака, вода, вплывчатые понятия, то есть, конкретно, что скрывает, одним предложением, с феймерой, ну, конкретно, он скрывает возможность твоего общения с высшим разумом, да, как сказать, вот, и подменяет это тем, что ты будешь просто сидеть в осознанном сне и как бы этим наслаждаться и думать, что ты что-то постиг, а на самом деле ты как бы, ну, за 20 лет, вот, как он, ничего, ничего, никаких выводов не сделал, да, то есть, в осознанный сон выйти легко, да, а подключиться, да, вот, к системе, из нее информацию черпать, это охуеть как сложно, и к этому нужно идти, там, вот, как раз, те же 20 лет, которые все будут просто подрочить в осознанном сне, йоги будут практиковать и к чему-то приходить какие-то, какие-то тебе давать знания, да, то есть, это не просто так, не только йоги, я просто как пример говорю, у них тоже, да, структуры, они тоже находятся под определенными, да, людьми, которые где-то тебя там притормозят, где-то тебе там скажут, что ты не можешь там без посвящения такую-то практику делать, не можешь без посвящения ту практику делать, то есть, везде есть такие, вот, как фюрер правильно сказал, есть еще более высокие уровни, которые ты можешь на них застрять, вот, это как ступеньки, да, то есть, ты где-то, где-то все равно тебя система зацепит, и ты на ней остановишься. хорошо, ты очень давно изучаешь «Радугу», смотрел его там семинары, 20 лет, книги читал его, ты можешь подтвердить то, что он цех, и согласиться с этой позицией? ответственность переложить, нет, я твое мнение хочу услышать. Хорошо, вот, мое мнение, вот, насчет данной ситуации, дискуссии нашей, то, что мы в терминах запутались, вот, что главное, а что цех, не цех, ну, смотри, он зарабатывает деньги на том, что дарует людям мультики, которые они не могут получить, ни в кино, ни в играх компьютерных, вот, он дарует им то, что вот, они не могут получить вообще нигде, кроме как вот, в состоянии, именно, редактирования сна. Но, Бриттл, кстати, сказал верно, то, что, если человек утонет именно в этом состоянии, у него будет, он будет в иллюзиях. Другое дело то, что людям-то, кроме иллюзий, ничего это и не надо. А как исследователю, познать иллюзию, для того, чтобы натренировать свой ум, в принципе, даже если и цех, практика фазы будет очень полезна. Потому что, для того, чтобы создать иллюзию, там нужно настолько свое сознание отточить, что, извините меня, как бы, ну, я не знаю, насколько там крутые йоги, но, мне кажется, там, не каждый сможет из вас сделать это. Да-да-да, вот это ты охуенно сказал сейчас, по поводу крутых йогов. Крутыми йогами из вас не станет ровно никто. выйти в фазу, в астрал, даже если это какое-то около астральное путешествие, это смогут сделать 50% моих подписчиков. да, да, как пример, подтверждаю, что, да, можно войти, испытать это состояние, вдуматься, призадуматься, и дальше уже, так сказать, анализировать. Но пока люди не сделали этот шаг, и они не понимают вообще, как мир, фазы может быть более реальным или казаться более реальным, чем сама жизнь, как бы им бесполезно что-то объяснять. Ты должен испытать фазу саму по радуге, и сделать свой собственный вывод. И радуга всегда и призывает, я посмотрел сейчас последние его семинары, он призывает делать собственные выводы. Какой тут цех? Он говорит, войдите в фазу, я не буду рассматривать трактовки, прямые цитаты зачитываю радуги, не буду рассматривать трактовки, там, Бог, мистические переживания какие-то. Каждый сам из вас сделает выводы от переживаний. Вот что самое главное. На мой взгляд. Мне кажется, Михаил Радуга подойдет каким-нибудь безногим, безруким инвалидам, у которых нет как бы шансов в реальной жизни как-то ползать там и прочее. Хотя Вучич там и прочие такие людишки, они доказывают и обратное, что в реальной жизни тоже можно в принципе подрыгать. Нет, как практика одна, да, одна из, она подходит. Просто нужно, во-первых, целеполагание какое-то делать, да, для чего ты это делаешь, зачем, вот, и как бы понимать, что это еще не самый высший уровень, да, то есть нужно немножко разделять такое вот, я считаю. а он именно, да, он именно какая, как мне кажется, как я вижу, его какая цель, его цель именно дать тебе одну из практик и на одной тебя, чтобы ты завис, именно такая красивая, на которой ты можешь создавать сам все, что хочешь, да, то есть он тебе, чтобы ты реально, реальные, да, какие-то вещи не достиг, он тебе дает просто еще одну иллюзию, в которой ты будешь просто зависать, да, то есть он тебе не дает дополнительные какие-то знания, да, он не говорит, что это одна из практик, он не говорит, что именно достиг еще чего-то, да, то есть именно то, что как бы вот как изначально, я понял, когда начал слушать видео, я подумал, что он именно вот четко говорит, что фаза – это состояние между сном и бодрствием, то есть, да, а получается, что фаза это сам сон, как бы, уже идет. То есть вот такое. Так это же описание чисто для того, чтобы человек, ну, не боялся пользоваться этим, потому что на самом деле там, по сути дела, природу вот этих вот состояний-то даже понять не можем. То есть это как предобуславливание такое базовое. А именно что, где он говорит, что вот уйдите в состояние, то есть я не понимаю. То есть конкретно именно. Что говорит еще раз? Ну, вот как ты описал, что он говорит уйдите в состояние, вот это моделирование. Так вся практика, вся практика завязана на том, чтобы просто перейти в осознанное сновидение и все, как бы, и ничего больше. То есть ты для чего-то делаешь, как бы ты должен целеполагание какое-то ставить, да, вот в своей практике. А тут никакого нет, ты просто входишь туда и такой вау, и все, и как бы, и дальше что? Ну, дальше ты создаешь там, вот я могу через стены ходить, вот я там могу теолог насоздавать. Там уже дальше просто зависит от того, насколько твой мозг может насоздавать иллюзии. И вот ты будешь практиковаться в том, чтобы создавать себе какие-то иллюзии и там кайфовать от этого. То есть, как ты правильно сказал, то есть большинству людей больше-то и не надо, да, то есть и как раз он ему дает еще одну иллюзию просто и все. Брит, вот ты абсолютно прав и знаешь, что вот последняя фраза, что людям больше не надо. Да, это именно так. Но, например, ищущий человек, он, в принципе, научившись создавать иллюзии, он также может видеть, короче, где эти иллюзии находятся. То есть ты недооцениваешь немного вот эту практику. А как бы отсеивание людей такое качественное, в принципе, но оно само происходит. То есть не нужно же каждого посвящать все подряд. То есть я вижу, ты опытный человек, то есть мы не уменьшаем твой опыт в медитациях и прочих практиках. Вот. Ну, хорошо, что ты это видишь. Только резко как-то просто вот, как будто это нужно бросить все. То есть это просто один способ. Нет, 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 я не имел в виду, что это нужно бросить, что это полная хуета и то, что нет, это практика хорошая тоже, да, она тоже нужна. Просто нужно как бы все в целом как бы понимать это и практиковать, а не только отдельно, то есть, да, чтобы ни к чему в итоге не прийти потом. Ну, вот видишь, мы пришли. Да, да, да. Мы пришли уже к тому, что... ...фигней будешь заниматься, да, ну, может даже, да, даже не фигня, но когда она отдельно от целого, она получается фигня. Ну, смотри, то есть мы пришли от резкого отрицания, то есть к некому такому компромиссу, что на самом деле тут есть что-то полезное и недооценивать это не стоит. То есть нужно только очищать от этого. Правильно я понял. Нет, нет, резкого отрицания никакого не было. У меня просто резкое понимание того, что этот человек цеховой агент и то, чем он занимается, мне было очевидно, как бы после одного видео, которое я посмотрел. Вот. И вот такое. А не именно, что сама практика осознанного сведения это говно и то, что этим не стоит заниматься, я не имел в виду. Я имел в виду, что человек цеховой контент дает и он дает только одну из практик и, ну, как бы она может быть, да, и крутая, но она не самая важная, как бы, для именно познания высших каких-то целей, понимания там, что происходит там, да. Вот все равно, с чего разговор начинался, с того, что типа вот не типа, а так и есть, да. То есть здесь матрица. Ты хочешь познать какую-то высшую цель, высшее понимание того, что там происходит, да. Но как бы тебе единственная только вот эта вот практика, ты если она не зависнешь, ты как бы ничего не узнаешь больше, да. Ты можешь восхититься тем, как ты, ну, охуенно можешь создать там локации и все остальное, но ты понимания никакого не получишь. Вот. То есть эту практику, ее нужно в целостную систему сложить и как бы использовать тоже. И когда ты будешь использовать вот целую целостную систему, и ты сможешь дойти, да, то есть на это не один год и даже может не десять. То есть люди всю жизнь этому посвящают, да, уходят там в монахи, да. И тогда они достигают какого-то серьезного уровня, а не просто 20 лет заниматься одним и тем же вот этим вот одну практику. То есть достигают это не все? Ну, конечно, не все, потому что там и в самих уже системах вот этих, вот, про которые я говорю, в них уже, у всех, у них заложены тоже вот такие же ловушки, как вот этот, как, глоба, не глоба, вот этот чувак, короче, цеховик. Это просто одна из первых ловушек, да, то есть, а таких ловушек будет еще в системе, в системе очень много, и ты должен как бы отличать то, что нужно, от того, что не нужно. или от того, как это нужно сложить, то есть, правильно, то есть, все равно целостную систему какую-то нужно сделать, и именно цель, цель своей, того, для чего ты этим занимаешься, в первую очередь нужно понять. Хорошо, нужно входить в фазу или не нужно, да или нет? Конечно, нужно обязательно, как бы, для, хотя бы, вот как ты тогда на одном из стримов говорил, просто даже если вы не собираетесь заниматься никакими этими практиками, просто для того, чтобы понять, что не все так просто, как вам кажется, да, вы просто возьмите и хоть раз жизнь в астрал выйдете, просто для понимания, вот, если получится, конечно, да, ну, то есть, у человека, если у него один раз получится, именно выйти в астрал или какое-то послание, да, получить выше, там, вот, он уже не остановится, он будет уже всю жизнь искать, вот, конечно, нужно это практиковать, но нужно понимать то, что это еще, ну, не самое, не самое это, высшее, это просто одной из ступеней для того, чтобы ты понял какую-то высшую цель, какое-то там понимание высшее, да, ты просто одной ступени проходишь и как-то дальше развиваешь. Войти в фазу, чтобы понять, что в фазе делать нечего. Ну, нет, кстати, как раз вот по поводу того, что в фазе делать, вот, как один из практик, вот, я слушал, человек, он не только в йоге, он в пяти практиках, по-моему, он, как бы, достиг серьезных результатов, как вот он говорит, как он использует именно вот это состояние, он в осознанном сновидении, как он говорит, то ли каждую ночь, то ли очень часто во сне, он, ну, он говорит, как он объясняет, нужно что сделать, научиться создавать локации, там, девушек создавать, там, ну, короче, все, что хотите, вот вы натренировали свой мозг, что он может создавать все, что угодно. И потом, когда вы наигрались, там, вот, как я, там, настрелялся, там, напрыгался, что-то там наделал, ты понял, что все, тебе все это наигрался, тебе надоело. И дальше, что он делает? Он берет и в осознанном сновидении он садится в медитацию. И в этом состоянии медитация, как он говорит, она гораздо-гораздо продуктивнее и серьезнее, потому что, ну, тенденции, вот, когда у тебя в бодрствовании, вот эти тенденции ума, которые тебе мешают постоянно, у тебя постоянно мысли какие-то, какие-то, что-то тебя отвлекает, но во сне уже этого не будет, то есть твои практики будут еще, как бы, намного-намного серьезнее в этом состоянии. А цель медитации заговорить с Богом или что? Ну, может и заговорить с Богом, да, то есть нужно уже такие вопросы задавать людям, кто просветлен, каким-то мастерам, они могут сказать, я-то не могу сказать, потому что я, как бы, не так давно вообще понял, что не все так просто, да, то есть я вообще полным отыском был, сколько, до 18-го года, то есть абсолютно, как бы у меня не было столько времени, чтобы к полному пониманию прикинуть все вещи. Но то, что нужно практиковать, я для себя точно понял, то есть, как бы, что-то, что-то познать, оно, как бы, никогда, во-первых, не помешает, и, по-моему, это, как минимум, интересно, да. Ну, тогда все ясно, пусть, как бы, фаны открывают техники радуги, как выйти в фазу за два дня, максимально рабочие, и входят, и практикуют. Да пусть практикуют, никто не против. Я хуеваю от увиденного, от того, что ощутят, там. Просто сразу стоит пояснить, то, что, как бы, он-то практику дал, да, реальную, как бы, то, что это реально работает, в принципе, но пояснять сразу то, что они переходят, и, чтобы они на этом не останавливались, да, и сразу дать понять, то, что, как бы, этот человек вкусовой, ну, то есть, это очевидно, по-моему, должно быть. Попробуй объяснить алкашу, как слезть в бутылки. Ну, да, да, то есть, получается, люди даже, как бы, бухать бросить не могут, и будут пытаться в какой-то там астрал выходить, или, ну, в осознанное сновидение, то есть, это проблематично будет, как бы. А как вам вот такой вариант, то есть, вдруг, на самом деле, вот этот цех берет и пытается русов, собственно, вот почему рекламу делали, там, уже сам вот этому радуге по телевизору, пытается русов снять с бутылки, то есть, представляете, чтобы они увидели, что существует еще много чего прикольного, не только бутылка, то есть, как такое, там, масоны помогают людям, э-э-э-э? Ну, я тебе так скажу, это никому не интересно. Русов возбуждает темы о том, как иллюминаты их убивают, понимаешь? Как повышая напряжение в электросети, ну, частотное напряжение, происходит убийство русов, сейчас новая цеховая тема пошла. Как уничтожают бедных несчастных русов, вот тут сразу же возбуждение начинается, как иллюминаты нас убивают? Заводят, заводят. Я вот лично понимаю то, что они дают это не для этого, я уже объяснял, для чего они дают, именно для того, чтобы ты застрял, вот, и именно для этого у них везде структура есть в каждой, в каждой общине такой, да, в каждой общине есть уже привязка и государству к общей системе, да, и в каждой из этих систем есть вот такие вот ловушки, да, чтобы ты не достиг слишком высокого уровня, да, то есть они тебя всегда будут затормаживать на каком-то уровне. Никто, никто тебя специально, вот, как ты говоришь, специально русов там просветлить, там сделать их жизнь лучше, нет. Система вот реально, да, как вот инсайдер, конечно, смеется, да, но это реально не смешно, то есть реально не только русов, а как бы, в общем, человечество в стоило загоняют, реально убивают, как бы, жрачка просто, это пиздец, ты не можешь пойти и качественную еду купить, даже если у тебя деньги есть, вот, по крайней мере, в России, где-то, ну, в Европе, да, может там и получше, но я тоже думаю, что не сильно там лучше тенденции, все равно идет к тому, что сокращение населения, все это везде-везде, блядь, русов, блядь, доебывают, да, там дохуя просто таких историй, да, что здоровье просто подрывают твое, по-любому, то есть хочешь ты, не хочешь, блядь, вышки, даже вот ты, допустим, да, ты откажешься от телефонов, от всего, вышки тебя все равно будут облучать, да, ты просто никуда от этого не денешься, от плохой еды ты никуда не денешься, ты, ну, никуда ты из системы не денешься, и она реально убивает. Как ты не денешься, очень даже денешься, пишешь заявление там, у меня аллергия на вышку 5G, которая напротив моего дома там, в таком духе, понимаешь, ламината тебя наебывают, ты наебываешь. Ну, ты как-то наебешь, ты типа всегда дома что-то сидеть будешь, но ты не сидишь дома, ты ходишь по городу, ты ходишь по магазинам, ты ходишь там на работу, да, если у тебя недостаточно, ну, на любого коллектива, одиночку собрался, наебать общество, ну, нет, коллективизм не работает, да, понимаешь, потому что на всех стадиях есть ловушки, даже вот если ты собрал там толпу разумистов, да, каких-то там, на каком-то уровне, там все равно разделение идет, разделяют, они властвуют, поэтому они всегда найдут, они засадят догматы в каждый мозг, да, и у каждого все равно будет разделено, и вы на каком-то моменте все равно, блядь, все пересретесь нахуй, и ламинаты будут в выигрыше, никогда. Да, друг, друг, ты что-то потеряешь, если попробуешь. Так и что, что пробовать, вот именно какие твои предложения? Ну, ладно, ладно, окей, умеешь уговаривать. Чего, чего пробовать, терпи просто, надо терпеть. Ну, да, да, я так и понял. Ты попробуй, я проповедовать должен начать, или как ты имеешь в виду объединение, ты готов объединяться, вот допустим, ты фюрер, ты скажешь, не ее, ну, аху, нет, но есть подъезд за меня. И ламинат. Ну вот, да, вот я про то и говорю. А куда объединяться-то, и о чем вообще? Начни с своего подъезда, чтоб там не срал никто. Так никто не срет, просто, понимаешь, если живешь, ну, если честно, вот так вот у тебя там какие-нибудь ассоциальные элементы живут с тобой, ну, блин, это не значит, что вокруг все такие, типа, у меня никто не срет, у меня все чисто, я не понимаю. Ну, понятно, то есть мы пришли к пониманию, что в чате подсказывают нам, что надо практиковать фазу, надо испытать то, что испытал инсайдер, надо, надо, ребята, попробовать все-таки, и техники очень простые, и с первого раза, если у меня получилось, то у вас со второго по-любому получится, то есть это очень просто, все разжевано, и когда у вас получится, то будет все гиперреалистично, не так, как в жизни, и тогда вы немножко призадумаетесь, а думать всегда полезно. и вот тут самая важная тема, если мы пришли к пониманию, что надо, и если даже он цеховой, то пока мы не смогли сформулировать, что скрывает цех радуга, он может что-то скрывать, понятно, это тоже, но формулировки такой правильной, чтобы она именно хорошо звучала, я не услышал, но, возможно, потом станет это понятно. Тем не менее, пока сейчас понятно то, что надо повысить эффективность входа в фазу. И вот в начале как раз-таки стрима Альтур говорил об этом, о том, что не хватает сил снова входить в фазу, то есть испытывать переживания. Но я, напротив, возразил о том, что все-таки радуга, как сказать, это не какой-то гуру, да, это пока, по моему мнению, талантливый молодой исследователь, но даже если он дает половину правды, ты как здравомыслящее существо можешь взять половину правды и придумать свои более результативные техники и даже техники более глубокие, если мнение такое тут было, что якобы ты там будешь в фазе что-то конструировать вокруг себя, а надо глубже, надо углубляться, чтобы с Богом поговорить там что-то такое, хотя, понятно, Бог петух, но вот надо с ним поговорить обязательно, окей, допустим, но окей, возьмите тогда 50% того, что, как говорится, дает радуга, включите головку, правильно, реационализируйте это, вдумывайтесь и углубляйтесь в фазу, а ведь радуга и призывает к тому, чтобы создать стабильную углубленную фазу, это и есть его смысл деятельности, в общем-то. И вопрос, как обеспечить, ну, постоянный выход в фазу, хотя постоянный выход не получится каждый день, мы тоже к этому пришли, к пониманию к такому, и сам радуга не каждый день, он говорит, что он берет несколько дней перерыва, чтобы снова войти в фазу, да, соответственно, как можно повысить результат входа в фазу, то есть, чтобы раз в неделю стабильно захаживать фазу, да, то есть, там, раз в неделю пиво выпил, раз в неделю в фазу вошел, то есть, на постоянной основе, не парясь, в общем-то, как-то так, то есть, вот к этому надо прийти. Ну, Артур, у тебя есть какие-то представления, ну, может быть, цитаты самого радуги по этому поводу, как ничего-то подобного можно было бы достичь, какие-то представления по этому поводу есть? Ну, как радуга говорит, что со временем действительно приходится к ухищрениям немного прибегать, именно практиковав, например, выкатывание, вы потом не можете выкатываться через время, просто начинаете практиковать прислушивание, скажем так, вот это вот, и припрыгивая по этим способам, потом вы можете вернуться к нужной технике, которая может тебе понравиться. И, в принципе, это работает. Но, опять же, я говорю, в определенный момент, человека, вот именно самый первый опыт, который может длиться, например, полгода, год, у человека, он как бы испещряется, то есть, он не имеет, человек, такой мотивации снова туда возвращаться. И вот возникает именно в этот момент перелом. Является ли человек исследователем, или все-таки он пришел за острыми ощущениями? Потому что, если за острыми ощущениями, он забьет на годик, и снова потом вернется, опять же, в мульки посмотреть. Вес, например, ему интересны. Картография сновидения, то есть, еще какие-то нюансы, то есть, дальнейшие практики. Например, я вот вспомнил такую вещь, вот Бриттова говорит, что можно переходить из медитации, то есть, бодрствуя, попадать в некие такие состояния. То есть, он абсолютно прав. И вот примерно такое можно получить, когда ты проходишь через паралич, сонный паралич. В принципе, то есть, вот тут уже начинается исследование. То есть, это уже путешествие, как бы, такой вот дальней пути. А Радуга дает нам чисто просто ключи для этого. И кому надо, кому это интересно, вот лично мне, да, тот уже будет заниматься этим. Обучать кого-то, там продвигать. Это имеет смысл только в том случае, когда человек может принести что-то новое. Вот, например, Инсайдер мне сейчас идею отличную посоветовал поставить на будильник, который будет нашептывать мне сквозь сон некие якоря, с помощью которых я буду проваливаться в состоянии осознанности. То есть, я попробую это, потом опишу. Вот я вижу в этом, как бы, развитие именно у нашей конференции, вот это именно для обмена опыта. Потому что, увы, действительно дальше, после переговора вот этого красочного, ты не можешь, у тебя нет такой мотивации туда продвигаться, но интерес есть, вот самое интересное. А как будто бы тебя что-то не пускает. Поэтому приходится прибегать к многим ухищрениям. Но, опять же, замкнемся радугой. Поэтому почитайте книжку. Например, фаза «Практический учебник», по-моему, называется. «Практический учебник по нетелесным переживаниям». В общем, этот учебник вначале можно несколько глав пропустить. То есть, он описывает чисто, как именно он путешествовал. Кому интересно, можете тоже зайти туда, почитать. Но именно начинать с описательной части. Ну, или посмотреть именно базовые какие-то основы. Мне кажется, даже для человека, который занимался медитацией, в принципе, он может что-то новое там почерпнуть. Ну, я думаю, вот так вот. Я ответил на твой вопрос, Сэдер. Ну, да, довольно нормально так ответил. В принципе, вот мне сейчас такая идея пришла в голову, что, да, радуга может быть цехом в том смысле, что у него есть какая-то самая эффективная техника, которую он не дает. или есть что-то такое, ну, реальное знание, которое он скрывает. То есть, он может, например, давать какие-то техники, да, и которые будут нестабильные, или которые не обеспечивают долгосрочное пребывание в фазе. в таком ключе, он вполне может быть цехом. И вот я как раз-таки почему так подумал, да, сейчас, потому что я изучил, да, весь его подход, именно, которого он описывает на семинарах, и мне уже пришла вот эта идея, что если ты когда просыпаешься со слов самого радуги, в первые три секунды, ты уже в фазе находишься. А почему бы тогда, ну, и он сам говорит, что надо разделяться. А почему бы тогда-то здесь не применить какие-то ухищрения, в том числе, радуга выступает, например, против использования девайсов. Он говорит, девайсы вам не помогут, это неэффективно. То есть вопрос, да, почему так он говорит. Возможно, можно что-то тут сделать, что-то такое придумать, как бы, например, директивную команду послать сквозь сон и на разделение. Как он сам же сказал, да, но как ты сам себе пошлешь команду на разделение, опять-таки, без девайсов, да, без технических устройств никак. А почему он тогда выступает против технических устройств вообще, говорит, не надо вам их использовать. Тоже такой вопрос интересный. Поэтому, да, какая-то цеховая такая возможность тут сохраняется, в том, что он может давать лишь половину. Например, смотрите, он, например, может знать, что при использовании там пяти техник, да, в произвольном порядке рано или поздно все эти техники, как бы мозг их запомнит, и они перестанут выводить человека в фазу. Он может знать об этом, что мозг к ним привыкает, и фазу через них не зайти, потому что привычка мозга выработалась, что таким образом не получится соединиться от машины тела. Правильно? Он знает об этом, но не говорит, например. А есть ключ, который позволяет это обойти. Вот ключ он знает, будучи масоном, как это обойти. То есть тут, мне кажется, для исследователей тут как раз таки есть поле для инноваций, чтобы еще наебнуть самого радугу, как бы, понимаете, да, если он действительно масон. Какой смысл его наебывать? Таких петушков полон рот. Ну, я говорю, цель в том, чтобы стабильно выходить в фазу регулярно. Вот это основная цель. Чтобы пребывать в Астрале регулярно, каждую неделю, как ты там пила, решил выпить, решил в Астрал выйти. И поэтому и наебнуть как бы, ну, то есть придумать что-то более эффективное, так задуматься, да. А почему действительно не получается выйти в Астрал, в фазу войти? Ну, наверное, да, действительно, потому что мозг, он запоминает вот эти вот баги, да, через которые и ты выходишь из тела, это баг какой-то. То есть душа, она соединена с машиной тела, и то, что ты вышел, это неестественно, это баг. И мозг как-то пытается устранить баг. Ну, это очевидно. Соответственно, он, в принципе, так и говорит, радуга, что это попробовали, не работает, это попробовали, не работает, там, вот это сработает, и там, пять техник описывает. Вот эта техника, пятая сработает в итоге. Но, если ты будешь каждый день пробовать все пять техник, твой мозг просто, ну, получается, все эти баги устранит. И ты опять не сможешь выходить в, как бы, в фазу. Вот тут может быть какой-то ключ, типа, есть то, что он не описывает. Как бы, более высочайшую ступень он не дает на семинарах. Как бы, такая просто мысль мне пришла в голову. Ну, хорошо, Артур, тогда давай протестируем эту идею с тобой, да, насчет директивной команды сквозь сон. То есть, посмотри семинар, там, первые две части, которые я скинул, он там описывает, что без техник можно разделиться, я тебе уже об этом и рассказывал. Ок. и просто ну, запиши директивную команду во время фазы. Выкатывайся, вылетай, да, и смысл в том, что когда ты почувствуешь эту команду, ну, не услышишь, а как бы телом ее ощутишь, то надо просто вставать, как говорит, опять-таки, радуга, и выкатываться, да, и вылетать из тела. То есть, тебе уже техники делать не надо, если ты только проснулся и уже услышал команду. Тебе надо просто встать и идти. Вот. Ну и дальше использовать техники углубления, как радуга говорит, чтобы зафиксироваться в фазе, в самой углубиться там и то есть, ощупывание там, все он это перечисляет. А еще такой момент, ты в фазу, вот, когда ты будильник обычно заводишь, по времени, когда у тебя максимальный результат, скажи, и по времени, ну, когда ты ставишь будильник, именно через сколько часов после засыпания. смотри, в общем, короче, нужно найти время силы, которое у тебя есть. То есть, в некоторых это вечер, в некоторых рассвет, но это часа мы частые. У меня раннее утро, когда я могу проснуться, встать, посмотреть, в округе, лечь, и выкатиться в фазу. То есть, даже трехсекунд не нужно. Иногда даже приходилось делать несколько будильников, то есть, делать такое двойное подмырение. почему? Потому что, опять же, это у меня такой опыт был. Другие люди говорят, что это неэффективно. По себе знаю, то есть, нужно практиковать так, как у тебя получается. Если ты нашел какой-то ключ, собственно, ты это используешь. То есть, никто тебе не даст на блюдечке с голубым каилочкой какие-то ключи. у меня это рассвет, раннее утро, вход в просыпание и тут же вырубаюсь. То есть, опять просто падаешь на кровать и тут же вырубаешься. В этот момент можно выкатиться. Но это личный опыт. Лучше начинающему, конечно же, открыть глаза и такое «Так, сейчас я пойду путешествовать». Закрыть и начать раскачиваться. Даже иногда лучше не открывать глаза. То есть, если совсем начинаешь. Потому что иногда сенсорное восприятие начинается активно и человек будет уже «Так, а что мне сделать надо?» А вот там что-то лежит интересное и все. Ты выпутишь из этого расслабленного состояния. И загонять себя туда очень тяжело. Мы же не йогиками говорится. вот так. А ты смотри, есть просто такая теория, что фаза это состояние мозга, которое возникает через 4 часа после того, как ты лег спать, в общем-то. Правильно? И получается, ты ставишь будильник через 4 часа после того, как ты лег спать, через 5 часов, через 6 часов. Кстати, можно посмотреть по ритмам сна. В принципе, ты абсолютно правильно сказал, некоторые так делают. Но, как Радуга опять же описывает, перед тем, как заниматься фазой, лучше хорошенько выспаться. То есть, если человек нужен как минимум 6 часов поспать, чтобы отдохнуть, я исхожу из этого для личного опыта. Но, если у тебя сработает система именно с 4 часами, то тогда я приму к сведению попробую тоже. Ага, вот этот момент я пропустил. То есть, именно... Это в книге написано, это на семинарах нет. То есть, именно Радуга советует 6 часов такой цикл и просыпаться, да? Не именно 6 часов, это опять же личный опыт. Он говорит, нужно хорошенько быть отдохнувшим для этого все. Потому что, если ты устал очень сильно, то фаза тебе только выжимается. Вот и все. Вот именно это он говорит. То есть, ну, получается, 5-6 часов где-то после того, как ты лег спать. Правильно? по моему опыту, по моему опыту, да. Понятно. И получается, ты делаешь именно как по книге. Ты просыпаешься там через 6 часов и ты встаешь, что-то делаешь, чтобы проснуться и потом заснуть. Правильно? это мои личные практики. А то, что он описывает, примерно делайте, как в семинаре, это намного эффективнее будет для начала. Ну, да. То есть, второй вариант это проснуться и тут же пытаться разделиться и выполнять техники. Правильно? Как вот, например, Бритл говорил тут разор, что он осознанно засыпает. То есть, если ты умеешь осознанно засыпать, то есть, проходить через этот шум, то тогда это получится, что я описал. Но, если ты засыпаешь... А какой шум? Десайдер, опиши шум. Просто мы об этом говорили очень долго. Ну, то есть, смотри, я просто к самому паттерну, да, прицепился, что ты можешь попробовать как-то проснуться, например, по будильнику и не походить, что-то сделать, да, то есть, как-то покурить, там, радуга говорит, там, в туалет сходить, а сразу же можешь при первом просыпании, в принципе, делать, если тебе это подходит. Правильно? Ну, в принципе, да. Ну, тут индивидуально, как я понял, в принципе, кому что подойдет. Вот человек про шум спрашивал, инсайдер, объясни, я просто не могу как-то описать, у тебя недавний опыт был. Да, что за шум, я не понял, я такого не был. Ну, я описывал опыт, что я начал засыпать, в подушку проваливаюсь, чувствую, что тело погружается в транс, аниме начинается. Куда-то сваливает, куда-то сваливает. Аниме начинается, и в этот момент гул страшный такой в ушах, то есть, именно так гудит, как будто отделение души от машины тела происходит, так гудит прямо сильно, и паника такая, что вот-вот-вот сейчас я умру даже. Такая мысль, что что-то такое противоестественное происходит, животный ужас, да, что вот-вот-вот сейчас я умру даже. Такого не должно быть, ну, то есть, по закону какому-то внутреннему, да, что-то такое вообще противоестественное. И я знаю уже, что надо просто это преодолеть, я сконцентрировался на образе, чтобы попасть в осознанное сновидение, и попал. Просто расслабившись и преодолев эту фазу гула, да, или помех такую жесткую, и после этого ты действительно фаза. Ошибочка, инсейдер, извини, перебью, там, знаешь, расслабив, начиная расслабляться, ты уйдешь, там, наоборот, нужно, как описывает опять же радуга, увеличивать гул. Понимаешь, о чем я? Ну да, гул увеличивается, он нарастает, но я держал перед собой образ, именно вот, из его семи серий, как войти в осознанное сновидение, образ держал, типа, за руку держал, кинестетическое ощущение, образ, куда я хочу попасть, и этот гул, он очень быстро прошел, то есть образ важнее этого гула, да, я просто на нем концентрировал внимание, и раз я уже там, я такой, блядь, я уже тут, это сказка, это сон, и посмотрел на руки, чтобы зафиксировать, такой, блядь, это, ну, во сне уже, осознанный сон начался, и потом начал углубляться, сразу же, то есть трогать, ощущать, как он говорит, техники углубления, и супер текстурки, супер ощущения, то есть, не так, как в жизни, и все, и осознанный сон уже начался. Ясно, я понял, у меня в сонном параличе бывало то, что я проваливаюсь куда-то, но я не чувствовал, не слышал никакого гула, и после того, как я проваливаюсь, я пытаюсь пошевелиться, открыть глаза, потому что страшно, я не понимаю, что со мной происходит, каждый раз одна и та же фигня, вот, я куда-то проваливаюсь, потом я начинаю хотеть, потом я хочу пошевелиться, я начинаю шевелиться, но это фантомное шевеление, как ты уже рассказывал, вот, а потом я все-таки просыпаюсь, а глубже вот этого паралича, у меня проникнуть не получалось, что я неправильно делаю? Ну, я думаю, что ты неправильно делаешь в том смысле, что ты не понимаешь, куда тебе надо прийти, то есть, ты начинаешь входить в фазу, говорю терминами радуги, но ты не понимаешь, к чему тебе надо прийти, тебе надо образ иметь, где ты хочешь оказаться, где-то хочешь ощутить себя, и вот в этих семи сериях на стене у меня ВКонтакте открою, он описывает, как максимально результативный способ вхождения в ВОЗ, то есть, ты просто, ну, погружаешься в фазу, но отделяешься от тела, но ты в фрустрации, что такое, есть сонный паралич, то есть, тело уже спит, а ты еще нет, а ты должен попасть в ВОЗ, осознанное сновидение, а для этого надо иметь намерение, представление и, как говорят инелперы, четкие очертания с каналами киноэстетическим, визуальным и со всеми каналами, тогда у тебя будет как бы стоп-кадр, да, вот это вот ощущение ну, некого объекта, и ты туда попадешь, и ты уже сможешь там углубиться, с помощью техник углубления, и зафиксироваться, посмотрев на руки там, и все, а так ты просто безидейно погружаешься в это состояние, отделяешься от тела, и вместо того, чтобы либо фазу войти, выкатиться из тела, либо в осознанное сновидение войти, ты просто пребываешь в теле, которое обездвижено, и естественно, у тебя ужас, и еще. Да, да, именно страх, страх какой-то, я боюсь этого ощущения, когда ты вроде в себе, а вроде ты не можешь сделать вокруг, вот это страшно, ну хорошо, тогда будем заканчивать потихоньку, кто-нибудь хочет еще добавить по теме осознанных сновидений Михаила Радуги, там, петух он или нет, какие-то свои мысли, потому что мы говорили о чем? Этому молодому талантливому исследователю пора на пенсию. Хо-хо-хо-хо. Понятно, ну, я не считаю, что ему пора на пенсию, наоборот, как бы, он техники его рабочие, да, он сделал многое для того, чтобы можно было входить, углубляться в этом состоянии, поэтому как-то так. бендер для конфача инсайдера сделал больше и тоже неплохо углубился. Понятно. Ну, в общем, тогда будем с тобой на связи, да, Артура, то есть как бы я тут буду в конфаче, будем обмениваться опытом. Ну, где-то недели на практику будет уходить. Что, что, что? Гедлайн неделю где-то так, чтобы первые какие-то основатели посмотреть, первые результаты. У тебя неделя уйдет? Ну, скорее всего он был. Ну, понятно. Ну, в общем, тема очень интересная. Будем на связи в обмен опытом. У кого есть свой опыт, присылайте, тоже интересно. Будет ознакомиться с ним. Главное звоните, да, пообщаемся, пообмениваемся опытом. Если есть какие-то разоблачения там радуги, может быть, какие-то замечания, тоже звоните, рассказывайте. Как бы вот так все ссылки. Но он из наших. Что еще раз? Но он из наших, нормальный. Нормальный, да, радуга, чувак? Да, из наших, из наших. Ты понимаешь? Понятно. Ну, то есть, как-то вот так, да, то есть, и некоторые говорят, что он из наших, некоторые говорят, что он какой-то цех, да, но что-то он скрывает. Пока я не могу сформулировать, что именно он скрывает, как бы, кроме того, что не дает какие-то более продвинутые техники, да, чего-то такого, действительно, каких-то масонских знаний не дает, их он скрывает, да, а какой-то простые техники он дает, то есть, такой цех только приходит мне в голову. Ну, в общем, тут надо поразмыслить, как бы, свои замечания присылайте, звоните, будем обмениваться опытом, и самое главное, то, что я на стене там опубликовал вконтакте, все-таки попробуйте эти простые техники, выйдите, как бы, в астрал, да, прихуейте от увиденного или в осознанное сновидение войдите, как бы, будете приятно удивлены, и на этом все, в общем-то, всем удачи, успехов, покедова, все ссылки в описании, соответственно, если хотите поддержать меня, то ссылки на донат тоже в описании есть, в общем-то, думаю, увидимся, услышимся, скоро какие-нибудь интересные темы будут, еще обсудим. Всем покедова, успехов и удачи. ХЫыыыыыыыыыыыыыыыы